Добрый вечер Добрый вечер И важно, чтобы в течение жизни человек не получил это разочарование, это противоречие Потому что на самом деле нам родители говорили, как нужно прожить жизнь В чем заключается успех, как идти к нему, образование нужно получить Жениться удачно, любить нужно, детей хороших воспитать Ну и прочее мы слышали И все же вот эту простую формулу не так просто применить Потому что образование нас может не удовлетворять Либо мы можем услышать ошибку в выборе направления изучения каких-то наук, знаний или профессий Можем услышать ошибку и в личной жизни, это сейчас нередко А, пожалуй, более и более распространенное явление 600 тысяч разводов ежегодно в России фиксируется примерно То есть где-то 70% браков распадается, если не больше И дети могут тоже вырасти не такие, какие мы хотим Ну и так далее И наша личная цель жизни не определена, может быть, смутно, неясно Что же нас ожидает в будущем и что же такое вообще удача и счастье в жизни Это требует сначала точных определений, что же такое удача и что такое счастье Если мы хотим продвигаться в этом направлении, мы должны знать точно, что это такое Так, ведические книги начинаются с того, что определяется, что такое совершенство Если мы зададим вопрос, все ли хотят относить совершенство, мы согласимся, да Мы все хотим относить совершенство Но на следующий вопрос трудно ответить, а что такое совершенство? Видите, все это очень неопределенно И мы не получаем это в сфере образования, скажем, в каких-то высших учебных средствах Даже в академиях мы не получаем ясное и четкое представление о совершенстве Это как бы отводится к личной жизни Это уж ты сам выбираешь, что это совершенство, что уж ты сам хочешь Это индивидуально, относительно Но в ведических книг начинается с описания абсолютной истины Но вы скажете сразу же Погодите, а как это вообще, я абсолютной истины применю в своей личной жизни или на работе? Оно вообще практично, то, что вы скажете? Это самое практичное Это то, что работает и есть законы счастья и удачи Например, один из абсолютных принципов, описанных во всех книгах священных, не только в ведах Вообще, священные книги — это отдельный разговор Но в ведах мы опираемся на эти знания древних, изначальные знания Изучаем их сейчас, переводим санскрита, изучаем комментарии предыдущих учителей И пытаемся понять это научным образом Нас не устраивает какая-то слепая вера Нам нужно разобраться философски, научно, психологически, на практике И мы видим интересную вещь, что принципы, которые дают веды и другие священные книги, они очень практичны Благодаря этим принципам и держатся мир нахознании Например, какой высший принцип? Моральный, этический Ахимса Или языком Библии Не убить, не причиняй насилия, зла не убить Это принцип абсолютный Он подходит абсолютно к каждому живому существу Разве нет? Это самое практичное, что мы видим А следующий принцип — любить То же самое Очень практичное, кажется Но когда мы говорим оботносительно истине, то мы не сомневаемся А всех нужно любить И на самом деле никому не нужно применять насилие В этом люди не запутались Где оно применимо, а где оно неприменимо И что такое насилие, что такое добро, что такое зло, что такое нервное, что такое любовь Что такое вожделение Все перемешалось, все перепуталось Настолько перепуталось, что сейчас передовые страны Европы и другие Мы запоняли однополые браки Вы молчите, удивляетесь или что? Или уже не удивляетесь ничего? Потому что столько информации, да? Но вы видите, относительно истина Она заполняет все на свете Потому что кому-то кажется, что это тоже брак И называют это браком Вы нигде не найдете в священных книгах, что это называется браком Вы нигде не найдете такую вещь Нету подтверждения с точки зрения древней мудрости и священных писаний Не найдете Но люди отвергают абсолютную истину Они хотят утвердить относительную истину Свою истину Поэтому удача и путь совершенства начинается с познания абсолютной истины Потому что человек не может быть счастлив в одиночку Согласны? Рядом должны, как ими, несколько человек такие же счастливы, как и вы Не такие же страдающие, как и мы А такие же счастливы, как и мы То есть как это вот так? Что же такое счастье? Если мы обратимся к терминологии счастья В санскрите есть несколько обозначений Градации существуют Отличный уровень этого понятия Сукхамдухам Первый представитель Сукхамдухам Сложное слово Хам Означает пространство Ну смотрите, у нас сегодня большой зал У нас пространство, камни Но если вы идите, скажем Какое-то поле Вы видите, там больше пространства Дух захватывает Хорошо Вы себя хорошо чувствуете, когда много пространства Это также относится много Большой дом Большое количество денег в кармане Сукхам Большие возможности Большая машина Большая семья Вот это все Сукхам Это дает нам большое пространство Исполнение желаний Ну, счастья Сукхам И дукхам Мы не хотим Мы не хотим Какое-то ограничение наших желаний Расширение наших желаний Это Сукхамдухам Ну, это интересная вещь Потому что это двойственная вещь Если кто-то расширяет Сверхмеры Сукхам У кого-то будет дукхам Согласны? Если я хочу обладать всем миром Это сукхам Но для остальных дукхам Вот тут есть Как бы Относительная вещь А есть другое приспевление о счастье Как Внутренняя категория Об этом и утверждается Священное писание Это нужно искать Внутри Это очень практичная вещь Быть независимым В своем счастье От количества денег От больших и малых домов От удачи И удачей в жизни Я должен остаться Счастливым человеком Вы скажете Как это возможно? Вот об этом и говорят Среди честные книги Давайте рассмотрим Достатые вещи За нашу удачу в жизни Отличает наша деятельность Настоящая Мой вопрос к залу Как вы считаете Что важнее? Деятельность, поступок Или последствия? Последствия важнее Я тоже так думаю Я тоже согласен Так Но вот однажды Встречаюсь с одним видом Ученым Средней Азии У него степень и прочее Ученый Я в области наук Традиционных Не сильно У меня Другая сфера И вот он Говорил Чего достигает Современная наука Уже Хотя я Убеждал Что современная наука Не сможет Человека сделать Счастливым По-настоящему Не все сферы Она охватывает Лишь только Внешнюю Материальную сторону Комфорта Но Скалова Вы не понимаете Что сейчас Делает наука У нас такие Огромные возможности Стало Пересчитать Навейшие достижения Науки и техники Я спросил А что вы планируете Как ученый Делать С озоновыми дырами Которые появляются Неминуемые От запуска спутников И радиации Проникают на землю Величиваются Заболевания рака Одна из сильных причин Что солны И что лучи Стали уже Вредны По этой причине Слышали Я прав? Я ошибаюсь Одна из этих вещей Которую Кажется Часть наблюдателей А что вы предусматриваете Относительно Загрязнений Кружающей среды В океане Сейчас огромные Мировые свалки Недавно В Марианской Впадине Батискап Сделал фото И на фото Зафиксирован Полиэтиленовый Пакет плавающий Марианская Впадин Это самое глубокое Место На планете В Тихом океане Я видел Целые степи В Казахстане Заполненные Эти пакетами Полиэтиленов Влетающими На сотни 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 Километров В океане Сколько сейчас Какая свалка Сейчас в океане В реке Становится как мусорные Источные Каналы Я ему об этом говорю Что наука Предусматривает Отчет Отчет загрязнений Воздуха Воды Ответ Был шокирующий Это говорит Ученый Не просто Человек Улицы Какой-то Распуждает Ученый Который Соответственностью Выполняет Свои обязанности Он говорит Я думаю Что природа Снова Позаботится Себе Вот честно говоря Я такого ответа Не мог ожидать Ученого Человека Это Прежде всего Нужно Нужно Ведеть Последствия Деятельности Предусмотреть Заранее Если Вы Выпускаете Пакеты Это удобно Чуть что Оторвал Положил Оторвал Положил Тут же Выкинул Очень удобно Понимаете Но Каковы Последствия Люди Об этом Не думают Мой вопрос Почему Люди Об этом Не думают Это же Очеринно А знаете Что сбивает Толку Людей Хорошая организация Удобство Хорошая организация И Сокрытие Фактов Вы не видите Музырных славок Они все Где-то В другой Сторон Вот Если по городу Походите Вы не уберите Это все Другое Это нужно Отдельно Рассматривать И быть В шоке Если Вы Видите Последствия Технической Цивилизации Потом Модифицированные Продолки Все Что Можно Даже Не еди Полноценную Пищу Мы Знаем Об этом Что Намешает Это Это Называется Карма Сейчас Я объясню Угра Карма Специальный Театрный Вы видите Вы знаете Изменить Ничего Не можете Все Знают Угра Означает Непреодолимое Ужасное Как война Все знают Что войны Плохо Но они Случаются Что Карма Стремление К плодам Своего Дума То есть Люди Третье Сего Работая В этом мире Думают о счастье Как о плодах Своей деятельности О деньгах О собственности О наследстве Забывая О наследстве Ведо Говорится Что просто Думая О деньгах Власти Наследстве Недвижимости Люди Становятся Жестокими Кто-то Вам говорил В этом институте Когда вы изучали Экономику Может быть Кто-то Говорил Лично От себя На учебнике Такого Не Годи А это Это факт Это наука Это нужно Изучать Откуда Вся Берется Жестокость За что Люди Так Дерутся За нефть За золото За женщин За собственность За нефть Жаль Порождает Жестокость Это называется Относительно Истинно Я не для себя Я для своей семьи Обманываю Другие Понимаете Я защищал Я люблю Свою семью Любовь к себе Свято Я не просто Вою с кем-то Я защищаю Свою страну Я ради своей страны Стараюсь Убиваю Другой народ Относительно Любовь Понимаете О чем речь идет На этом строится Политика Экономика Личная жизнь На относительных Понятиях И люди говорят Не говорите об абсолютной Истины Она непрактична Вы ее не примените В жизни Уж что Может примените Жить только Абсолютную Истины Научиться Любить по-настоящему И мы говорим О карме Карма Это деятельность И последствия Просто Если я скажу Карма Это хорошо Любое слово Оно позитивное Карма Работа Прекрасна И это Какая работа Если я говорю Иди на работу Своему сыну Что это означает На какую работу Иди воруй деньги Нет Я имею ввиду Иди честно Крудись Правда Изначально Понятие Карма Честный Труд Полезный Труд Любой честный Полезный Труд Кармы И приносит Хорошие плоды Благочестивая Благочестивая деятельность На самом деле Что такое Действительность И еще Удача Как вы думаете Что за деятельность Которая приносит Удачу Когда вы Приносите Удачу кому-то Подумайте Не вам А вот вы Когда хотите Удачу принести Кому-то Когда вы Благодарны Этому человеку Не так Вот так Трудитесь Жизни Чтобы люди Были Благодарны Вот О чем Это Карма Благочестивая Деятельность Полезная Благочестивая Никогда Не создавайте Себе Врагов Это Называется Акарма Когда вы Создавите Себе Друзей Это Карма Когда Создавите Врагов Это Акарма То есть Я могу Обмануть Сворачиваться Занять Не отдать Это Акарма Или Вообще Наживаться На каких-то Преступных Вещах Наркобизнес Это Акарма Это Какая-то Вредоносная Греховная Ужасная Детельность Карма Акарма Акарма Ям Продолжен И Таким образом Мы Получаем Взаимоотношения В этой Мире В соответствии с тем Что я делаю Например Человек Может сказать Вот я Лично Никому Плохого Ничего Не делаю Почему Ко мне Люди Относятся С Ты Нехорошо Ответ В чем заключается Один Да Ты ничего Плохого Не делаешь Но ты Ничего Хорошего Будешь Веда Преписана Благочестивая Для каждого Человека Обязанность Как ты будешь Счастен То есть Знание Не необходимо Чтобы привести К счастью А как ты будешь Счастен Делай что-то Хорошее Будь активным Не так Что я ничего Плохого Не делаю Я хороший Человек Нет Ты не Хороший Человек Если ты Ничего Хорошего Не делаешь Только Думаешь Ты еще Не хороший Человек Ты собираешься Очень долго Собираешься Ты так долго Собираешься Что остальные Забыли Что ты Хороший Человек Уже Не замечаю Твои Хорошие Что они Никак Не проявляются Ты ничего Не говоришь Ничего Не делаешь Добро Активным И организованным Но сейчас Такой Век Когда Добро Труд Организовать А вот Жадность Организовать Нехто Зависть Организованных Что такое Капитализм Организованное Жадное Что такое Коммунизм Организованное Зависть Какие Белитые Организации И мы же Городились Что такая Формация Новая Была Формация Жадности Осталась Формация Зависти Конечно Конечно же Планы были Таковы Что люди Научатся Любить Когда Собственность Распределить Порого Но не Перестанут Завидовать Правда Ж Отобрать У богатых Деньги Земли Все Уравнять И Наконец Люди Будут Счастливы У всех Будет Невозможно Перенаселение Слишком Мало Если Всем Порого Мудать Слишком Мало Перенаселение Есть Такая Теория И Суть В том Что Веды Говорят Что Счастье Человек Может Получить Только Через Взаимоотношения Никогда Человек Сам Счастье Не Принесет Свои Дети Если Будет Для Себя Работать Чем Больше Будет Себе Машину Себе Одежду Себе Деньги Себе Вкусную Пищу Вы Счастливы Это Счастье Описывается Веда Как Омовение Остильной Мочевой Она Тоже Обжигается Я Мы Не пробовал Благодаря Моча Она Обжигающая Эфир Имеет Какой-то И вот Когда Обливается Сстильной Мочой Я не знаю Кто Это Делал Но Так Иначе Вот Такая Информация Есть Обливается Сстильной Мочой Она Обжигает Чувствуете Тоже Какой-то Знаете Энергию Тержесть Вот Жест Такой Знаете Экстаз Остильной Мочой Счастье От Вливания Слиной Мочой Некое Возбуждение Оу У меня Большой Холодильник Оу У меня Большая Машина У меня Красивая Жина У меня Куча Денег Это Счастье Ложной Гордости Ложное Счастье Почему Ложное Для Такого Человека Невозможно Дотронуться Даже Чуть Чуть На Все Реагирует Очень Гордый Человек Вы Даже Правда Сказать Вот Нужно Что Он Очень Гордый Он Не Принимает Наставление Очень Трудно Слушать Замечания Время Сейчас Такое Люди Стали Другими В этом Плане Что Принимать Какие Танас Берет Кого Т Крайне Никто Не Хочет Все Отказываются Но Все Хотят Давать Наставление Обучать Кого Детей Собственных Или На работе Кого Тучи Но Самое Важное На пути Удач Уметь Слушать И Принимать Наставление Будь Учеником В течение Всей Жизни Оставайтесь Как Дети Дети Это Естественно Ученики Они Учатся И Вам Интересно Если Вы Скажете Правду Они Обрануются Они Всегда Любят Правду Дети Называются Брахмачар Любят Истину Это Возраст Ребенка Который Естественно Спрашивает Что А Это Что И Что Вы Сказали О Как Здорово Как Интересно Все Приявить С удовольствием А Вот Так Нельзя День Плохо А Вот Так Хорошо Ну Давай Попробуем И День Я Уже 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 Учиться Хватит Учиться Как Только Вы Так Сказали Жизнь Закончена Это Называется Консервная Банка Хорошо Сохранился Он Вот Это То Что Сдал То И Понимает Как Люди Жившие Скажем При Коммунизм Или При Капитализме Если Ни Даш Не Развиваются Они Остаются Такими Живут Как Раньше С ними Общаетесь В другом Измерении Другой Эпохе Времени А Жизнь Это Всегда Развитие Как Росток Дерево Как Растение Она Всегда Развивается Как Новые Новые Цветы Всегда Как Это Новизна И Вот Эта Новизна Означает Счастье Дук Хам То Зук Хам Она Увеличивается Пространство Увеличивается Мои Знания Должны Увеличиться Например У вас Есть У Что у вас у всех есть большое наследство Я знаю Я абсолютно В этом Двери Вы очень богатые люди И очень дальше Просто вы не знаете Если получите знания Вы сразу будете Очень счастливы У вас есть все необходимое Чтобы вы стали совершенными У каждого Здесь сидящего в зале Я даже думаю Больше чем у обычных людей Потому что вы здесь Сидите и интересуетесь У вас есть интерес уже К этому Многие даже интересы К этому идут Но у вас уже есть интерес То есть вы очень удачный Представьте Что я миллионер Ну не знаю об этом Проблема И мне могут сказать Да ты миллионер Скажите что ты Я все же не здесь Все жил Я не верю Какие миллионы Если у меня были миллионы Мне бы сказали об этом Правда Нет Мне не скажут об этом Пока не получу подготовку Быть миллионером Это значит быть очень Очень разумным человеком Ни в деньгах Ни в деньгах Ни в деньгах А как вы используете Если вы испугаетесь Спрячете себе миллионов И не миллионер Вы сто рождений Это не то совсем Это не то что люди думают Что деньги накопил И спрятал И все Ты миллионер Нет 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 Не так важно Приобрести деньги Как важно Как их тратить Вот это и делает Чего миллионера Смотря на что Вы хотите потратить деньги На то он не дается Сумма Вот на что Если спросить Как хотите заработать деньги А мы подумаем Потом дать вам деньги Или не дать Прямо в зале Сейчас каждого Спросим На что вы хотите Заработать деньги А зала цени Дайте ему такие деньги Или не дать Это полезно будет Это для всех хорошо Да Давайте дадим ему Миллиону долларов Что-то могу Вот такая у него программа Смотрит Он столько полезно Можно сделать В Америке Кстати говоря И есть такая практика Один мой друг Съездил как-то в Америку Я правда давно Не знаю как сейчас И он сказал Был удивлен Вот такие залы Ну чуть поменьше Собираются Время от времени Туда приходят Богатые люди Традиционно Очень богатые люди Приходят туда И кто-то из Энтузиастов Известных Энтузиастов Предлагает Какой-то свой Полезный проект Обществу А они потом обсуждают Дайте ему деньги Направить Или не дайте Я так пришел На такое одно собрание Там было много Чек 200 Очень богатых людей Собралось Еще кто-то Из зрителей И вышел один Энтузиаст И рассказывал Что он хочет сделать Для общества Нарисовал Написал И тут же получил Миллион долларов В этот же Потом расскажешь Как все это получилось Гамоти Один человек Выписал чек И да Он будет Это хорошая программа Она мне нравится Вот так люди Становятся богатыми На это нужно Благословение А если нет благословения Я хочу быть богатым Как это сделать Сейчас расскажу Ну нужно быть Ловкачок Был такой В древности Учитель Имя было Чароваком Он основоположник Он основоположник Атеистической концепции Материалистической концепции Основоположник Сейчас вы узнаете Его концепцию Он очень знакомый Она не новая Он собрал Большие толпы людей Потому что Говорил удивительные вещи Он сказал Главное в жизни человека Это не есть Масло Есть Есть Это слома Кто не понимает Какие языки Древники Надо растолковать Этим я и занимаюсь Там все есть То есть не растолковать Не будет ясно Почему масло Ну что тут Причут слоны Какое отношение Нет нет Это прямое отношение В культуре Нашим языком Живите так Чтобы всегда У вас было достаточно Чтобы есть Всегда В любую минуту У не было Никакого недостатка Масло Не значит Очень ценный продукт Дорогой И с ним все вкусно Очищенное Копленное Кровье масло Настоящее Вот куда вы не добавили Очень Вот главный Масло Каждый И через день И по правилам Каждый И ездить Со слонах Слон Это лучший транспорт Я вас уверяю Не машина В Джайпуре Если вы будете в Индии Как-то вот Царский дворцы Посмотреть Это место Для туристов Очень привлекательно Часто посещаются Суберополомники Потому что Самая красивая Архитектура Самая красивая Танция Там такая Яркая Знаете Такая Царская культура И там Идет Что замки Царские Они находятся На вершинах Холмов Скалист Куда нет Ни одной дороги Вы спросите Как Это можно Учить На слоне Слов Обездорожье А слон Вы не замечаете Лучший транспорт Такие широкие Плавные шаги И к тому же Он управляется Куда захочет Но 40 килограмм Нужно пищи Каждый день Не так просто Держать слонов Вот это Что делать Вопрос Серьезный На самом деле Если мы так хотим Жену Нет Нет Не масла Какие-то пленые Сейчас не найдете А ну Как это Сливочное масло Из нефти Делают Не при том И Василий Получится И на что Червак отвечал Интересно Он давал ответы Удивительные Глупцы Вы не понимаете О чем я говорю Прежде всего Должны понять Что главное В жизни Есть День Есть На слонах Остальное Не важно Просто чему-то Больше Значение Придает У нас Нет Денег Можно еще Что покупать Масло День Сержать Слонов Глупцы Я говорю Причем здесь День Думайте Про масло И слонов И остальное Придет Как Это же очень просто Нет денег Выбросите Можете Выбросить Не дают Займите И не отдавайте И в конце концов Украдите Лишь бы только Не было свидетелей Потому что Главное Масло Есть Когда у вас Будет масло Есть слоны Никто Никто У вас Убросит Как вы Заработали Все будут Уважать Никто Об этом Даже Не поинтересуется Потому что Вы будете Автоматически Уважаемым Человеком Потому что Вы здесь Солнен И едите Масло Каждый Понятно Понятно Но еще Достомнение Разверьте Пожалуйста Потому что Веда Говорит Что есть Карма Последствия Таких поступков Мы боимся Воровать Боимся Боимся Правь Займы Не отдавать И пануть Людей Потому что Есть же Последствия Там Писано А карма Грехи Мы Ваттой Глупцы Ну вот Посмотрите Вот Крематолию Видите Вот Что С вашим Телом Какие Свидетели Один Раз Живем Не Верьте Никому Нет Никаких Свидетелей Какой Свидетель Может Если Вы Умираете И Вас Просто Нет Поэтому Раз Живем Занимайте Не отдавайте Воруйте Без Свидетелей И Ешьте Масло Везем Вот И все И все Часть В Жизнь Знакомы Концепции Как Называется Это А Это Греховная Жизнь С ног Договоры Греховный Ум Уже Это Менталитет Вора Есте Что Семен Век Кали Предсказания Ведические Говорят Что Люди Будут Зарабатывать Воровском Больше Чем Это Можно Делать По-разному Разно Что Знаете Я Вспоминаю Рассказ Одного Известного Американского Писателя Он Известный Сейчас Не могу Вспомнить Он Писал Прокомпо Он Написывает Сюжет С одним Великим Вором Которого Правительство Великой Осудило На Пашины Запречения Он Был В тюрьме Али Его Дом Но Однажды Каким-то Образом Заклинило Или Потеряли Шифр Государственного Сейства Представьте Болица Меньше Бумаги Дело Было Очень Серьезно Не Могли Вскрыть Прилагали Разные Вещи Автогены Взрыв Но Боялись Повредить Документы Очень Серьезно И тогда Вспомнили У нас Есть Один Заключенный Он Умеет Открывать Любые Сейфы Попытаемся Обещаем Свободу Попытаемся Хорошо И Позвали Его Шапочки Полосатые Одежки С Номерами И Сказали Мы Слышали Что Вы Великий Мастер Большой Ученый Под Откройте Мы Обещаем Свободу По Жизн Нес Нес Он Говорит Я Открой Этот Сейф Он Даже Не Посмотрел На Сейф Он Я Открой А Что Вам Нужно Чтобы Открыть Этот Сейф Он Сказал Уверенно Пилку Для Ногти И Таз Холодной Воды Кто-то Сказал Он Издевается Гоните Обратно Он Просто Издевается Он Сказал Нет Нет Несите То Что Он Говорит Посмотрим Что Он Будет Если Таз Холодной Воды И Пил Для Ногти Он Сел В удобное Кресло Которое Подставили Опустил Руку Воду Левую Охладил И Стал Смеливать Ногти Вот Таким Образом Не Так Правда А Вот Так Снимать Ногти Слой За Слой Пока Не Стала Просачиваться Кровь Он Охлаждался Снова Руку И снова Видел Голоболезненно Что Делай Можно Сейчас Самый Сезон Очень Больно Потом Он Подошел И Эту Больную Руку Переслонил Положил На Крышку Сельфа Получился Очень Очень Чуть Индикатор Оголенный Нерв Вы Чувствуете Малейшие Колебания А Правой рукой Стала Просто Медленно Вращающий И По Этим Колебаниям Щелчкам Руками Чувствовала Через 15 Массивов Скрипра Ты Спас Нашу Стену Но Выпускать Таких Воров Вы Не Мей Право Никогда Слишком Упревод Что Мы хотим Сказать Этим Примером Что Генри Хотел Сказать Этим То Что Воры Так же Могут Очень Образованы Очень Культурны Очень Развиты Но Менталитет Вора Означает Сидеть или Нет Один раз Живем Бери Все Возможное Лишь бы Не Возвести Любыми Смостами Будь Частлив Сам Потому Что Ты Один раз Живем Это Философия Чарвара Одна из Шести Основных Философий Мира Их Всего Шесть Больше Если вы находите Больше Философий Это Смешение Сочетание Их Всего Шесть Основных Истин Но Мы Хотим Сегодня Обсудить Высшую Истину Совершатель Это Несовершенный Философий Потому Что Ущемляет Интерес 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 Зависть Борьбу За Существование Этой Борьбой Существования Все Наполнилось Весь Мир Наполнилось Кому Удачу Наталь Кто За Кому По Морюшим Поводу Деньгах Разногласия Будем Всегда Ссорить Сем Рожду Сильная Ком А Карма Итак Благотворительность Благотворительность Если мы Себя С вами Причисляем К высокому Классу Человеческого Существования То Это Означает Что Нужно Заниматься Благотворительностью Иначе Мы Не можем Причислять К высокому Классу Общества Это Ведическая Установка В одном Месте Меня Спросили Ну Скажем В одном Государстве Как Узбавиться Коррупции Ну Невозможно Пытаемся И так И так Уже Снимали Наказывали Кодекс Применяли Но Продолжается Как Узбавиться Коррупции Вот Благотворительность У всех Кто имеет Положение В обществе Руководящие Или богатые Люди Лидеры Не важно Кто Должны заниматься Благотворительностью Опятности Например Вы заработали Говорить С миллион долларов Хорошо Сейчас С миллионом долларов Ни деньги Плохой П Знаем Как но сейчас я заработаю 100 миллионов долларов кому ваши деньги принадлежат прошу ответы вам вашего богу и сшивая седан сараван все принадлежит богу мы это выставим как только зарабатывать если на дороге я знаю 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 я тут же когда вижу 100 миллионов долларов мои мои деньги погодите что вы не сказать что они мне не принадлежат я их заработал а кому они принадлежат говорите богу на что нужно кому-то отдать что нет послушайте правильно практичные они принадлежат всем ваш разум ваши таланты ваши деньги ваши знания принадлежат всем потому что все принадлежит если кто-то вид большие знания для кого большую власть для чего все были счастливы управлять для блага всех они имеют большие деньги для чего просто благотворительность это называется карма хорошая и таким образом чем богаче вы становитесь в этом смысле слова тем больше у вас обожелательный интересный вопрос прямо против того что мы сейчас видим чем и богаче больше почему отношения богатых не любит им завидуют потому что не слышал бы декоратив если даже сейчас в индио в лидическом обществе гердачу таких местах это и по себе денег принято благотворительность от любого человека который занимается вот школу какие-то дома где кормят голубых людей они где-то откроют поддерживать это их честь иначе у них нет престижа в обществе их не примут как кризону для всех без осознания высших законов всевышнего невозможности кому не избавиться и праздник что мы равны только духовно материальные а духовно создает наша культура одна и та же любовь одна и та же страна и одно и то же сменит свою жизнь и большинство во многом и едины по многому различных духовно мы едины материально различных это карма а карма это жизнь для себя эгоизм то есть порождение грехов на деле просто собственный приходит не санкционированы никакими описаниями и обществом какими интересными общественными своими личными корыстными интересными это корыстная вещь называется а карма или греховная деятельность сочетание с умом человеческим эгоизм находит самые извращенные формы потрясающие главное освободиться чувства стыда не вернулись наслаждает жизнь стыдно это когда-то люди были стыдливыми и скромными чем современными не стыдить посмотрите на животных учитесь собаки сломается прямо на улицу на глазах никакого какой стыдно естественно вот так же видеть как собака что у вас совесть но какой собаки стоит ну найдите варенную собаку в городе рассказал совесть дает или что за жизнь такая собачка случается вот такая школа учитесь у животных откуда теория дарвина сработала потому что мы считаем что наш предок обезьян обезьяны мы учимся у них нет нужно учиться у святых не учить ревизиан у собак тоже не учить можно учиться у святых или у чистых людей и так и говорится что пока вы в своей жизни не встретите саду чистого чистого человека жизнь не изменится нужно связать свою жизнь с какой-то важной личностью даст нам силы улучшить себя ради кого-то мы можем сделать многое ради себя мы не сможем сделать жертву ради себя только чувственное наслаждение эгоизм а ради кого-то мы готовы совершать поле если если цели если благодарны если уважают например родители если у вас святые родители вы эту династию никогда не пострадали если понимаете вам дает это огромные силы это благословение родителей их пример их опыт их мудрость но если мы на снеге не очень мудрые вещи от родителей мы не ценим это мы живем ради себя и мы становимся слабыми слабыми в своих целях достижениях все ли люди сейчас достигли того что не хотят нет совсем не то что никто не знает как планировать как достигать что это за путь обретение удачи потому что мы в западне а карма попали собственного эгоизма как только мы освобождаемся до эгоизма переходим в область кармы но а карма это не что это как даже не так добро и зло как бы смешанных трудно различить в этом всем проблема что плохие вещи из хороших плохая вещь просто извращенно хорош как в зеркале оригинал здесь а там есть отражение почему изображение потому что есть оригинал вот грех это отражение как бы в обещании все что мы должны делать для других мы делаем просто для себя это отражение в свою сторону вот и все что такое грех то есть поэтому эти две вещи они как бы вместе поэтому вместе рассматривают зачем нужны богатые для дедных только заботиться значит богатый нужен бедному а бедному нужен богатый знаете какой бедный человек бедный человек это тот кто потерял разум не думать что просто неудача в жизни хотят разум потерять а поскольку потери разум он не может заработать не поддерживать а что нужно сделать что потерять разум это грех совершать что разум вы различаете что хорошо плохо тонкую сильный разум когда вы различаете где грех а ты не грех какие последствия здесь а какие тут видите видите будущее вот такой поступок такой вот такой поступок такой вот налево пойдешь туда попадешь направо такой вот вы видите все знаете куда идти но если вы совершаете грех табу разрушается запретный плод запрет разрушается снимается и вы уже имеете другой менталитет не различает кто-то чувствовал что закурив сигарету стал хуже он думает очень трудно различать если чак уже совершил грехи он думает это не грех какой все будет погодите какой грех если в магазинах и такой грех я сам заработал купил сигареты курю это же мое лично дело даже если грехов чекам и кому совершил вред вот даже не понимаю что стал в оппозицию обществе люди курящие более эгоистичные потому что не могут курить даже даже присутствие курящих твои проблемы сейчас наконец законы в казахстане допустим два часа изменили вы не можете курить общественных местах и он запрещено отдельные комнаты езды курящих и туда то есть вы не можете просто в огонь еще закурить поезд или самолете не имеете права вот такие закон наконец появляется разум развлечения что вот это хорошо вот это плохо если мы совершаем греховную деятельность потеряем разум разум если теряется конечно же мы становимся нищими мы не можем потеряем все свои богатства постепенно и стране раскачаются и мы не знаем что делать дальше поддержки нам больше не будет греховные а других людей нас не будет репутации а что нужно чтобы потерять чтобы слышать греховную деятельность как это нужно плетить я скажу потерять стыд только потеряв стыд мы можем совершать причем представляет некую добрый хороший это потери стыд а что нужно чтобы потерять стыд перестать жить ради других ради себя установить хватит быть добрым я пытался никого благодарности нет вы зря хорошими делами хорошими делами не прославится шапокляк поет она великая героя она проповедит хороший надо не верить менять если бы вот она отеля нашу скат везде если что скажу я могу собрать но шапокляк она точно это потенцирует показывает прям под музыку вам песню это авторитет то есть понимаете дачу это вроде как шутка а другой стороны недалеко или серьезный тел начиная шутки как вот вот эта потеря разума вы шутите скажем на смеетесь на пьяную люди превращаются в добрый юмор а страна спевает в результате иронии любви строки пара добрый юмор пьяный человек потрясающее художественное произведение понимаете захватывающим лучшее лучше в русской культуре и о чем же она а пьяный человек поэтому люди подражают это же это же ирония судьбы понимаете приключение и водку за новый год напевать так чтобы не понимать куда вас еще привезли люди с одной стороны произведение искусства другой стороны что она дает что она является чем проводником с позиции искусства не спорю гениально но что чем проводником вот это все называется а как под хорошими вещами любой же там обжарю перечит где бы вы ни говорили о любви любую плохую вещь рекламировать очень просто кулу женщины рядом поместите все как работать хорошо рекламу карматика все перепуталась смотрите кармана карма все перепутал и есть это простите я я я так и как и как и как и как грехов а карма тут 3 а карма означает нет карма извиняюсь этот термин перепутал и карма но собственно уже и знает по виду похоже что вы это слышите и карма означает нет кармы что ж такое нужно делать что это за деятельность который называется карма она приравнится бездельству она не приносит никаких результатов вы сеете но урожай не дает никакой не хороший неплохой а дает особый плод особый очень важно без которого еще ничего различать и так потеряв стык и живя для себя не грати а что нужно чтобы принять решение для себя какое качество жадное а то почитается жадным он решает для себя потом теряет стыд потом совершает грехи потом постепенно теряет разум а потом оказывается может быть другая жадность приводит к но а карма означает что есть для развития качества а на нет никакого материального не для тех не для себе не для власти не для престижа нет для развития собственника бескорыстки развивает лучшее качество и служение всем вот это ума настроение за это а то есть материально точки зрения вы не не меняете свое положение не богаче не беднее становитесь а жизнь все лучше 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 ну как это возможно если вы не беднее не богаче как же он улучшается есть пример пример исторический не подумали я читал когда-то его это был документальный пример где-то в боснии известная история двух братьев которые жили по соседству своих домах один был жена до другой полос у жена была большая семья и у них было одно пшеничное поле они его возделывали снимали урожай и делили его 50 на 50 процентов пополам но этот брат который не жена он постоянно ночью спал и не спал думал как же так 50 на 50 неправильно у него большая семья ему нужно детей кормить я один и так много не нужно я говорю бери больше чем 50 мне не нужно но не берет в образец он просыпается ночью частенько идет в амбар берет мешок зерна и ночью тайгов идет к брату подсыпает ему и засыпает так они делали это долгое время пока нос к носу не столкнулись ночью где-то с мешками за спиной а ты что туда пробуливаясь не спицы с мешками и все это вот раскрылась как вы понимаете количество зерна не увеличилось и не уменьшалось а любовь раздалась вот что такое счастье что толку а то что дым из-за амбары но из-за этого не могу любовь любовь стимулирует себя развиваясь в детстве бескорыстной деятельностью жертвы от души от сердца в сердце это обмен дарами написано верно что счастье человек может быть только дарами когда ему с любовью предлагают дату тогда он чувствует счастье и когда он с любовью предлагает да бескорыстно вот тогда это дано и заложено в каждом человеке а потом мы это можем потерять потому что в жизни эти законы сейчас перевернуты трудно это примите скажем на работе или в магазине и правда но юноши все это делали когда были еще несмышленными детьми так сердце это было четырнадцать пять лет влюблялись этом цветочек срывались ну вышли и так дрожали вообще подарить цветочек на первый раз тому кто вам нравится или сказать об этом вообще это очень дорогой был предмет на всю жизнь запомните это впечатление там есть любовь а потом как-то все стало привычным и в конце концов больше такой нет нет больше на камеру любовь поддерживается и вот мы забываем про жертву потому что мы вступаем на путь практичный потом уже выгода что есть что интересует семейного человека греха акта сута вида четыре вещи вот в эту сферу когда мы попадаем нам сложно выписками греха это дом греха акта вида сута деньги дом деловые бумаги транспорт все о чем думается верить человек он нуждается транспорт нужен дом нужен где жить деньги нужны связь деловые бумаги нужны необходимые документы все в этой сфере он находится жизнь ему трудно вырваться за пределы этого и один человек подошел к святому и спросил скажите а как жить счастливой семейной жизни чем удача семейного человека как она к нему не погрязать этих делах это рутине боже мой там до счастья далеко столько беспокоиться привязанность разливают а счастье это бы не настоящий это чек целом интересную вещь казалось что даже не обратил внимание на вопрос он сказал когда ты готовишь обед прячемся из-за стола выходи на улицу и громко зови людей от обеда кто голод и люди сначала кажутся понятно слушать первый раз потому что второй раз внимательно но я же верю что вы хотите заходить будьте дорогим гостем и второй раз тоже третий раз повторить пожалуйста не обижать я хочу стать благочестивым человеком очище люди могут согласиться так вот так живи чек подумал с точки зрения психологии современность искать потому что все счастье сейчас описывается между мужчиной и женщиной только исключительно ищут в этих отношениях не найдете без вспомогательной деятельности они не работают эти две вещи несовместимы говорит нужна платформа и совместимости общая иначе это невозможно соединить мужчину и женщину надолго пока и сексуальные отношения да потом будет очень плотно очень плохо и он что спросил она получила я другого как с женой большинство с детьми вот так счастье вообще построить вот опять сказал то же самое когда ты опять готовишь идти просить за стол там ниже иди на улицу и заверите трижды так что он пришел себе плохо зовешь ты не искренне даже по-настоящему не пригласить чтобы они согласились и вот так думаешь каждый будет счастлив он опять подумал о том что за последствия что какая причина или как все работает не понял нет я не о том это нормально что гостей принимай но как нам счастливы быть вот с женой вот в семье я и третий раз он сказал готовь пищу причем как поесть приглашаю людей и вот тогда вы будете счастливы между вами будет энергия счастья когда вы хотите быть счастливы только друг с другом вы себя выжимаете и скачать и постепенно ваш брак это что и угасает а потом по сути суту другого очень вспышка почему угасшие и угли знаете но они горячие желание достает чтобы счастливы и который сухой только падает вот теперь действительно стоящую любовь сейчас любовник любовь из настоящего кашина муж это ну так для делать а практичность нет любовь она возникает любого человека в любом уже существует правильный строю абсолютно нет это неважно с точки зрения древней культуры на голову женились за кого вышли замуж ну какие-то моменты есть конечно же важно для каких-то но если вы с высоким уровнем сознания тоже вообще не важно не самый важный если интересный пример из жизни романа джачари в его эпоху у него был ученик его звали вырежет он был очень высокопоставленным человеком богатым и был губернатором там целую область в те времена отец 700 лет назад и вот шел однажды по своей деревне и услышал плач какой-то семье женский плач мать дочь там отец беспокойство голоса очень возбужденный несчастный он подошел поближе и нужно там настоящая трагедия какая-то разворачиваться в конце концов чалки что случилось а мы узнали почтенный человек пришел губернатор у нас только что был астролог у нас точно выгонит опасно его гороскоп вы узнаете несчастье он сказал он провел несколько раз гороскоп и он сказал что всякий человек который джейсмей она пробует и точно замку вот об этом и скорбим я и говорю своей дочери теперь только в колодку не замужняя женщина есть времена это невозможно это неприлично все замужем все женщины замужем это вот это порядок и мы не знаем что делать и на проблета и плачь прочь это дочь несчастный готовится смолить куришского что так беспокойтесь я живу я ее возьму вы что такое говорите уважаемый человек богатый человек вы только что сказали что на пропасть и женись на ней умрете я не буду жить не обычной семейной жизнью буду жить не духовной жизнью а карма так мы обойдем судьбу это исторический пример они были вместе всю жизнь это была великая святая женщина они прожили вместе святую жизнь их никто не правда просто к обычным семейным людям что и столько сделали знаете потрясающе они жили для других судьба меня по другому судьбу невозможно если мы что-то бескорыстно не делаем это уже наша судьба мы не можем ничего изменить в этом направлении помните историю человек пошел на рынок это было в смоленске точно точно в смоленске здесь же в смоленске да значит смоленске а рядом там был город тут некодалеку Москва Москва вот точно рядом с Москвой так и так и помню жена послала на рынок дала деньги сумку все что нужно пошел куда и прилавку и там за прилавку как сумасшедшая жена я срочно уезжаю в Москву своему брату не секунд несколько потом потом объясню в чем дело и убежал что что такое случилось подумала жена пошла на рынок разбираться у него сумку брошу деньги увидела прилавок а там смерть она не смотрела на женщину не улыбалась как это ты напугала моего мужа я простите сказал я никого не хотел пугать я просто удивил и что он делает здесь в смоленске и завтра жду его брата в Москве все что мы делаем корыстным образом это просто наша судьба именно та которую мы должны прожить и ничего в жизни и только ухудшить корыста или столько усугубляет нашу карму еще улучшает например если преступник сидит в тюрьме пытается избежать усугубляет свое положение думает о своей свободе а стараясь уже закон еще хуже будет продлят срок накажут его там беспокойство еще больше будет поэтому ведусь в этот путь терпения но в знании нерабский путь терпения всему подчиняться никогда себя не позволяет эксплуатировать этого не должен позволять никому и сами никогда следует не позволяет эксплуатировать кого-то знаете как вражда происходит все люди естественно стремятся четырех вещах каждый не знают есть образование нет образование не имеет никакого значения первое это богатство все стремятся богатство второе ценится образование образование личная красота внешность и связь вот этот успех жизни для каждого человека а если даже не образовывать вот таким путем может стать успешным все это знали это проблема сейчас я объясню что богатство везде не нужно каждому 4 образования и богатство дают большой престиж в обществе поэтому стремятся люди быть образованными и внешняя красота тут целые институты работают сейчас красоты большое огромное значение одежду люди придают внешнему виду и социальные связи так это еще лучше но в жизни везде есть и противоположность богатство беда образование образование глупость не сочетаются у меня в природе я глупый я не способен образовывать есть такие люди их большинство не приспособлены к высшим каким-то наукам как правило красота есть уродство уродство то есть люди некрасивые большинство из них люди не очень красивые красивых мало мисс красота редкость так что вы увидели или ооо красивый человек где-то в единственное такое случилось я увидел одного человека в бенгарде в украине местный молодой человек мужчина я посмотрел на него и сначала не бросил никакого нимфа что он темного цвета кожи темнокожий потом посмотрел на профиль и увидел что я художник просто идеальный какой-то точен потом посмотрел фас анфас со всех сторон и увидел что это просто потрясающее произведение искусства я такое себе представить только на картинках идеальное состояние кожи потом поведение зубы улыбка все одно то как только могу учиться так столько вещей в одном в одном человеке я просто потрясен красоты совершенствует внешне есть уродство там же в Индии я видел не буду говорить что как все все в контрасте и связь есть люди асоциальные бомж какой и не обязательно бомж асоциальные все не имеющиеся социального положения как вот обратите внимание богатые бедные не любят друг друга образованные глупые тоже недолюбят друг друга не общаются вместе красивые и уродливые люди не сочетаются вместе то же самое неприязнь и люди социальным положением не связаны никак социальные вот в этом развитии все стремимся к этой вещи но только подчеркиваю проблему проблему отношений потому что это природное неприязнь или вражда бедные богатые вражду умные глупые не понимают друг друга и тоже меня вот и раздражаются вражду социальные социальные и все остальное люди унижают лидерами это хочет друг друга потому что имеют разные вот эти вот природы и при помощи имена кармы мы можем каким-то образом улучшить положение богатый помогает образованный он просто берет на себя определенные обязаны чтобы люди получили благо от его знаний неважно что они не образованы но благо они должны получить от нашего правда да мы делимся красивый он для людей может показывать что то сказать какие то театры кинофильмы там красивые люди участвуют тоже как благотворительность с добром это делать но этого недостаточно потому что это еще не позволяет им понять друг друга близко они же помогают друг другу при этом эта сторона гордится своей красотой славы а это становится потребителем и зрителями которые сами никогда не достигнут этого положения заметили да что есть люди вот этого склада они на видимом фоне на журналах на экранах а это вот зрители просто они не имеют никаких способностей это локала масса людей которые просто потребляют а на самом деле отношения становятся при помощи акарма качества мы должны знать одну вещь что качественно мы равны можете быть богатым можете дедным можете быть индусом или русским или американским может быть красивым или некрасивым можете передать любой религии но культура должна быть одна духовным вот это единство вот это уже мы говорим о мире об удаче о счастье если живем в мире в мире единство а значит что все друг другу помогают все друг друга ценят и это говорят нужно ценить любое живое существо если даже в нем не проявляются какие-то качества нужно знать что они там просто скрыты они существуют даже животное оно равно человеку с духовной точки зрения дерево равно человеку с духовной точки зрения насекомых переползающих в вашу дорогу муравей равен вам духовность с духовной точки зрения есть одна история об яссадеве который записал веды это великий мудрец литературная информация бога мы называем священное писание он написал как написали священное писание очень фантастика потому что его муж был писец ведь он ведь он все же так говорил в трансе произнес он не думал как философ был в состоянии транса чтобы веду произнести его уже был в трансе и в трансе он очень быстро говорил надо он дыхать была только одна проблема кто же запишет люди не могли записать это был Ганеша Ганеша записывал у него четыре руки есть такая картинка в яссадева сидит в трансе что-то говорит и Ганеша записывает но он дал одно условие я запишу себе это говорит хорошо я способен на это но я буду писать только то что я смысл и понимаю если я что-то не понимаю я писать не буду и вот я садеваю излагал излагал сто пять тысяч шлоп на санскрисе Ганеша успевал записывать но Ганеша не уставал а и вставина да уставал то есть он человек и тогда он проносил сложный стих и Ганеша сидел и думал и в это время я задаводыхал ел омывался менял одежду немножко спал но Ганеша а понятно я снова писал я снова подключался поэтому иногда вы встретите в ведах между простыми вещами очень сложный текст крайне сложный вообще невозможно понять даже не можете подумать ну зачем записали эту вещь никто же не поймет вообще и они есть такие такие знания есть потому что человеку дано лишь небольшое количество знаний пять процентов знания вселенной на данном человеке 5 процентов это наши с вами 100 процентов из этих 100 процентов если мы с вами 2 процента условия великая удача для человека это не так просто сейчас освоить виническую культуру или вселенскую культуру мы говорим о национальной культуре о национальных религиях или философиях а здесь говорится о вселенском знаке немножко другой ракурс поэтому здесь другая точка и вот в Яссадева однажды пошел на битве при Бурукшетре пятьдесят лет назад была битва мировая он хотел примирить обе стороны решил, что как миротворец как браам священник он пытался но невозможно там все в гневе все пылают вместе невозможно ничего страшного и там такие великие воины столпы культуры общества погибают он тоже думал ну что у нас будет как миротворец не погиб во всю все разрушено и в этом настроении несчастье он уходил в поле битвы не добившись никакого успеха и идя по этой тропе он увидел муравья муравей перебегал на дорогу стоять и спешил очень быстро поднимался он бежал он бежал куда куда ты так спешишь но он понимает язык серьезно ты разве не знаешь сейчас здесь по этому месту Боевая колесница Арджуны, Махаратха, и мне конец колесницы здесь проявит, я погибну просто. Меня светет эта страшная сила. Я погибну. Я всегда его уголвался, успешнулся, сказал, если ты погибнешь, дорогой бой, никто даже этого не заверит. Кто ты? Ты просто молил. Никто не уронит даже одной слезы, не беспокойся об обиду, о своих причинах. Ты просто молил. Вот то, что было, там погибли такие великие воины, такие прославленные личности мирового воина. А тут муравей беспокоится о своей жизни. Ну как, расскажи, о чем вы через такую жизнь? И тут муравей встал перед ним. У меня тоже есть семья и дети, как и у тебя, как и у всех у тебя. Я живу точно такой же жизнью и так же дорожу этой жизнью. И в ней тоже есть смысл. Ты из-за гордости забыл все это, какой же ты мудрец. Мудрец должен равновидить все, все живые существа. А ты меня противопоставил и унизил. Ты не мудрец. Я встал и встал и так стыдно в этой истории. Он вспомнил, ах, да, 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 я же мудрец. Муравей, напомнил, он научился у муравей, а смотри. Надо уважать даже муравья, жизнь муравья. Вот это знание. А мы говорим, бедный, богатый, красивый, некрасивый. Так важно, что ты делаешь. Запутались на них простых вещах. А как же муравьев уважать? Кто где-то в городе отведены места для жизни муравьев? Закатывают, асфальт должны замечать. И кто исполохнет, и кто даже не заметит. Надменные стали мы мудрецы. Мы забыли о жизни, а ведь жизнь муравья, она очень ценна и важна. Если не будет муравьев, антисанитария появится. Насекомые имеют то, что предназначение любой биологии. Мы знаем, все это знаем. Ничего поделать не можем. Карма руководить надо. Выбор обещанный кармой. Выгодны. Деньги управляют. Как закрутить предприятие? Как отказаться от машин? От внутренностей от самолетов вы это предлагаете? Такое что? Первое, это общество, что хотели устроить, что ли? Ну вот, открываю Багават Куран. И там написано строение атома. Строение атома. ЕСДВ записал 5000 лет назад. И там говорится, откуда люди знали об атомах. Вот вопрос. Сейчас электронные микроскопы есть, вот тогда их не было. Откуда? Я написываю. Интересная есть вещь. Там говорится, что тогда, в то время, люди могли видеть молекулы из трех атомов солнечного луча. Не воружу, не воружу, не воружу. Такое было строение. Например, пыль мы сейчас здесь не видим. Если солнечный лучок подел, у них массу пыли в этом помещении. Мы ее сейчас не увидим. И вот в прошлом люди могли видеть в солнечном луче молекулы из трех атомов. Они знали об этом при помощи своих органов, даже восприятия могут знать больше. Как они знали о каких-то других планетах или о том, как устроена материя, внутренняя энергия материи? Медитация. Они ускоряли ум до необходимого скорости и проникали в другие сферы измерения. Кому-то известно, как ускорить ум? Я скажу. Обычно для человека называется стресс. Ум сразу ускоряется. Но иногда он парализуется. Стресс не приводит к результату, но иногда и ускоряется. Например, Достоевский описывает интересный с ним случай, когда он был приговорен к казни, но его оправдали. Но он пережил этот приговор. С ним случилось. И когда везли на казнь, это буквально за него занимало какие-то минуты, может быть, 15 минут или 10 минут. На какой-то телегии, не помню, какая-то клетка там была, а что-то вроде этого, как приговоренных везли на казнь публичную. И он ехал, это он описывает, знаете, в идиоте, по-моему, в идиоте главный герой делится этим опытом. Это вот и его опыт, тот фактор. И он смотрит сейчас от двух углов, а потом направо, а туда, а потом выше. Он знает, сколько дней. И что, он делает? Ой, это два угла, а сколько у меня еще? Двух дня. Пять минут, в голову много времени. Он попросит в размышления о жизни и замечает, что все прошло 15 секунд. Он пожил пять минут, он пожил целый год в жизни. И в углу сходится. Это и сходится. А и спящий. Настолько спящий, что когда мы слушаем, что мы не успеваем понять, не успеваем, заторможен. В разных режимах работы у человека. И йога означает, что вы учитесь управлять умом. А значит, что вы можете понять все, что вам необходимо при помощи контроля ума управления. Это знают все святые люди. Это может быть называться не йогой у кого-то. Неважно. Термин йога, он лучше подходит для этого. Йога означает, прежде всего, работать с умом, научиться работать с собственным умом. В этом ответы, в этом человек получает ответы на все вопросы знания, когда управляют умом. Куда вы не направитесь в ум, вы получаете туда ответы? Он должен делать это правильно. Например, если я направлю ум на кого-то из вас, то мне нужно спросить разрешение для этого сначала. Потому что вы лично. Я не могу вторгаться без спроса вашего личного. Я должен подойти и сказать, здравствуйте. Можно с ним познакомиться сейчас? Это уместный я просто не оскорблю. Как вас зовут? Я тот-то и тот-то. Меня зовут так, я работаю так-то. И вот у меня такая причина, почему он к вам подошел. Чтобы вы разумный человек, не привлекли, а к этому вопросу. То есть, мы не хотим сливаться в вашей профессии. Я прошу разрешения, чтобы умой вошел в вашу жизнь. Я прошу разрешение. И тогда вы оцениваете так несколько за головой, думаете, ну ладно, хорошо, я могу что-то себе сказать, если вы хотите. И раскрываете. Если я ценю то, что вы говорите, и переживаю вместе, то большее сделаю. И процесс начался. Если там есть благодарность, уважение, самые лучшие качества, вы будете очень ценить это вторжение в вашу жизнь какого-то человека, его ума, его чувства. И будете отвечать тем же самым. И так, это йогурт. Дружба, любовь, это йогурт. Семья, это йогурт. А если я без спроса вторгаюсь в вашу жизнь? Эй, ты, сюда бери лопату, копай. Эксплуатация. Это непеременимо к личности. И вот йога означает, что мы общаемся с личностью, вся вселенная нас связана с личностью. Солнце – это личность, земля – это личность, реки, моря – это личности. Это ведические знания. Все, личности. В сказке ведические все личности. Он разговаривает с ветром и с воздухом, помните эти сказки? Это веда. Вот как смотрели древние люди на этот мир. Современная культура другая. Они смотрят на сочетание химических веществ. Биология, инстинкты, наука, все, перевернула в другую сторону. Какую? Безжизненную. То есть, изучает жизнь, препаривая ее. То есть, это не жизнь, изучает трубы. Жизнь так, не изучает. «Просите у лягушки, можно я тебя препарирую и лучше?» Что она скажет? Она согласится. Ну, вы же знаете, что у нас лягушка много общего. Мы откажемся. Мы скажем, не культурное. «Это все демонично. Это не нравственно, это не гуманно. Меня изучает при помощи скальпика». Вопрос задает. Должен быть любовь и уважение измутят эти внутренние навыки. А карма должна. И тогда все становится ясно, понятно. Этот мир создан личностью. Не просто абстрактным каким-то Богом, личностью, потому что мы это ведем по Его закону. По закону если вы едете по городу Смоленск и видите, что все машины едут по правой стороне. На красный свет они заторможены, останавливаются. Магазин открывается вовремя объявление, перерыв. И везде видите порядок. Это означает что? Что правительство есть в городе. Если вы видите такие строгие, точные законы, означает, что есть правительство. А если вы видите, что хаос, то есть правительство нет. Но в мире нет хаоса. Бромовское движение не хаос в последнее заключение. Это тоже упорядоченное. Это кажется хаосом. Просто мы не улавливаем эти вещи, мы можем классифицировать и называем хаосом. Как один известный ученый поехал в Индию по заброшлому столетию, чтобы классифицировать культуру Индии. И не смог. Почему? Я его понимаю. Я бы вы... Я бы тоже не знал. Сам. Тысячи храмов. Сотни всяких божеств. Он назвал таким словом индуизм. Вот так. Хаос. Индуизм отвечает хаос. Нельзя колонисфицировать ничего. Это индуизм. Это языческая какая-то линия. Много-много-много богов. Ничего подобного. Индуизм не имеет знака богов. Бог всегда только один. Разум только один. И таким же образом если бы мы в мире порядок, такой колоссальный порядок, это не просто город Смолен, это, знаете, это вселенная, где эти планеты как пыли в воздухе. И все очень точно на своем месте. Каждый атом, каждый планет, и вселенная так гармонизирована вся вместе. Как можно утверждать, что нет управляющего нас? Как можете думать, что спутник, который вышел на орбиту, никем не управляется? Сам по себе вылетел на орбиту и сам по себе сейчас там работает. Нет, нет, нет. Кто там внизу? А если даже спутник кем-то управляется, то как вы можете думать, что такой механизм, как эта планета, физический механизм, никем не управляется? Это невозможно. Так вот не знаю. Как же вы это забыли? И закатно. Мы смотрим на эту землю, возможно жить на ней, как на выгодную сделку или невыгодную сделку. Масло и славы. Один раз в дом. Бери, как можешь, сколько можешь. Главное, если здесь быть. Так учимся, рвак и будет. И так, кто будет счастлив? Нет. Это путь проблемы. Жадность – это и есть проблема. Зависть – это и есть проблема. Ни деньги, ни количества распределений не правят, не правят. Богатство и бедность – это призвание. Я по натуре небогатый человек. Это мне другое призвание. Не думать, что бедный человек – неудачный. Это может быть призвание. Потому что бедность дает большие перспективы к духовному развитию. Это может быть добровольный выбор. для кого-то. Так, где Глен добровольно относился в бочке. Ну, во всяком случае, так историкой говорю. Потому что у него была более высокая цель. Не просто заработок денег, а более осмысление жизни. И тогда он отказался от этой деятельности. Это призвание было. А сейчас, вот, бедность – значит, удачный. Не всегда. Что у него может быть очень высокий уровень создания у бедного человека. Очень высокий уровень добродетели может быть у бедного человека. Мудрый человек учится отовсюду. Мы так говорим, да? Нужно учиться у дерева. И у травы. Веды говорят, Рената, Пису, Ничина, Тарора, Пису, Ничина, Аманин, Аманин, Атанин, 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 Атанин. Стань территорием, как дерево. Стань территорием, как трава, солома на дороге. И всем, кого видишь, выражай почтение. А для себя ничего не ждешь. беззаметно. Вот так ты будешь постоянно в трансе. Попробуйте один день так прожить. Будет транс или нет? Это будет раздражение. Мне так голову наступает уже терпеть, как трава, как дерево. Но это нужно в знании. В инвестиции. В знании. Сначала нужно познать отличие в отделе и духа. Я душа. А душа именно вот такая. Она настолько тепелевая, как земля, как дерево. настолько сверенная, как трава на дороге. Ей ничего не нужно. Это есть душа. То есть мы учимся познавать себя. Кто же я, как душа? Как тело, я уже знаю. Я уже знаю. Кто, я каждый день знаю. Как только время тело не хватит, пошли есть. Что бы ты ни думал, что бы ни хотел, ты не можешь, не согласен с этим. Пошли есть. Как только приходит вечер, тело говорит, все, спать. И вы ничего не можете с этим сделать. Оно наставит на своих вещах. Утром просыпаетесь, Обываться. Хотите, не хотите, в детьми. И хотите, не хотите, бегите на работу, опоздаем. Иначе денег не будет. Вот это жизнь материального тела. И на этом телесном сознании построена вся цивилизация. Какая же может быть удача? В этом. Смотрите внимательно, ведь тело застает. Вы работаете для будущего счастья. А будущее, что вас ждет? Да. Какое счастье. Заслуженный год. Что это выражение в чем? А значит, что ты никому не нужен, все, уходи. Заслуженный год. Ты никому не нужен. Не мешай мне, господи. Видно, заслуженный. Пора бы похвать. Ты уже не можешь ничего толком делать, поэтому уходи. Да, вот так. Заслуженный год. Это слово заслуженный как-то смягчает обстоятельства. На самом деле, человек должен трудиться всю службу, пока у него дыхание не остается. Никакого заслуженного дыхания, есть просто смена обязанностей. И в старости у человека самые большие и ответственные обязанности появляются. Обучать других людей как Бога. Давать любовь, учить терпение, огромный опыт жизни переделать. То есть к старости сейчас должен встать на путь. Встать на путь исключительно акарное развитие качества. Вы уже сияющие, как солнце. Если вы владеете такими качествами, неважно, как вы выглядите. Какая у вас кожа, седые у вас волосы, зубы, на это никто не обратит никакого внимания. Если есть, то и дети качества. вот о чем трансформация. Но сейчас телесная культура она сильная очень. Бабушки не хотят встать. Они будут подтягивать кожу. На спине, на затылке, там, где-то еще. Подтягиваются туда, подтяжки, подтяжки, подтяжки. Все хотят быть красивыми молодыми, замуж и хотят всю жизнь. Пока в последнем дыхании наружу. Вот она тенденция, искусственная. Нет необходимости в этом, займитесь внутренней жизнью, говорится. И тогда семья будет крепкая. Если мы обретаем духовное знание, то нам уже не важно, как выглядит жена или муж, старец. Привлекает душа. Моя сестра позвонила недавно, двадцать лет назад. Мы давно с ним не взялись. Раньше к ней приезжал, это очень далеко, не всегда получается, и немного лет мы не виделись. Она младше меня лет на детстве. Но я уже не молодой, она, видимо, тоже такая молодая. Он говорит, а ты знаешь, я людей себя не чувствую, старшим? Я в душе, говорит, такая же молодая. Я говорю, а сколько тебе? Мне, говорит, восемнадцать лет. Я так чувствую. Я говорю, а я младший. Я всегда чувствую шестнадцать с половиной лет. Вот тот тот возраст впечатлялся, и я всегда себя чувствую очень-очень молодым. Вот буквально ребенка молодым. Она говорит, я знаю, что я старшу тебя. Внутри мы вот такого возраста. А вас сколько? Сколько вам было? Двадцать с половиной вот сидит. Двадцать шестнадцать километров. Четырнадцать лет. Вот. Тринадцать лет. Пять. 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 Не тринадцать. Пять. Пять лет. Пять лет. Мы все внутри такие. Но показывайте бизнес вот я такой, такой, такой. Мы все дети, мы все, мы все маленькие. Что наш опыт жизни? Такой большой, думаете? Несколько десятков лет, и мы все знаем? Да ничего мы не знаем. Мы еще меньше стали знать, чем раньше. Чему нас учили? Вот я учился в школе, я сейчас понимаю, Боже мой, ну я же, ну и чему вообще тогда? Человек, он учит гордое. Это я запомнил хорошо. И гордился из-за всех сил вообще. Пока жизнь гордых по столу не повозила, я так и гордился. Вот так говорят народы. Жизнь гордых по столу повозит, и тогда и поймешь, что на самом деле кто ты такой. То есть мы не получали должного образования, как вы знаете. Хотя информация, то есть какие-то навыки мы получили, слава Богу, спасибо, скажем, я учился в художественном заведении, я получил тоже необходимые навыки, это я благодарен этим всем учителям до сих пор. До сих пор я общаюсь с ним учителем, когда я учился в учебнике. Он известный человек высоких вкусов в художестве. Это все нужно оценить. Но, пожалуйста, не гордитесь ни с вами одеждой, ни с вами деньгами, ни с вами связями. Помните, это для всех, это принадлежит. Богу. В этом нашу удачу. И как бы наша судьба ни сложилась, бывает, что всякому, отсюда не бережешь, в духовном смысле слова мы должны быть всегда удачей, любви и счастливой. Бывает так, что святые люди, когда живут, вы видите, они страдают, все служат, но мы гордимся их жизни, мы опираемся на холд. счастье и несчастье не определяют удачу в нашей жизни. Удачу в нашей жизни определяет качество прожитой жизни. А как? Какие качества и качества? Как мы преодолевали эти трудности? Если вы искали легкой жизни, дешевкой, это же, это не принимается вреда. Если мы ищем просто легкой жизни, заработать деньги и легко жить, это не жизнь человека. Тут нет славы, нет чести, нет истинной любви и жертвы. Это просто приспособление к приспособлению к жизни. На самом деле, жизнь может быть трудной, это нормально, но не против. Но прожить ее достойным образом вот о чем мы говорим. Это без иллюзий. Я сейчас не буду давать схему как стать богатым, хотя есть такие схемы, вы их, может быть, даже лучше знаете, если вы уже это реализовали многие, и успешны в жизни, и в деньгах, в смысле, в этом плане, развиты, удачи. Это не важно, эта удача может кончиться. Это время для удачи. Например, в этой жизни мы заработали большие деньги, а в следующей жизни мы не можем снять за счет. Вот в чем это. Вы рождаетесь в следующей жизни, если даже вы помните прошлую жизнь, вы не можете пойти в банк и сказать, я просто жизнь заработал. Хочу снять. И на другое время я ответил, сменил тело, сменил тело, давайте прилимем такой счет. Не позволит никто. Нет, фотография, имя не то. Тело сменил. Вы потеряли все. Вот, какая метра будет на этом вопрос. Так устроена страна жизнь. Что все, что мы материально накапливаем здесь, все потеряем. Все, что духовное здесь накапливает, качество, носим с собой. Все свое наше с собой. Это мои собственные качества. Поэтому веда дает нам взгляд на жизнь качественный. Не количественный, насколько вы красивый, насколько вы образованный, а именно качественный. Каковы? Качественный. И все качества, духовные, приносящие счастье и великую удачу и совершенство, описываются ведомыми. И в других священах не знаю. Какое первое качество? Ну, мы не знаем, а с чего начинать вообще? Титикшева, Каруника, Аджата Шакрава, Сауду Гушана, 26 качеств есть. Вот книги потом посмотрите. Учение, что начинается со смирения, а духовные качества начинаются с терпения и сострадания. Терпите свои страдания, а другим будьте добрыми. Из декабристов детства, когда он был лет 5, совсем маленький он был. У него была эта крупная, да, душающая болезнь у него есть. Или свинка, да, не говорится. Вот, он задыхался, и доктор пришел и сказал матери, что я скажу правду, что сейчас ничего не могу делать, поздно ушел, задохнивался, умрет. И она в отчаянии сказала, что же делать, то... И он сказал, только, я же все сказал, молитесь Богу, все, просто молитесь. до отчаяния полного, она не могла себе представить, что потеряет цикл сейчас. Ну, можно представить, я чувствую. И потом она потеряла сознание уже вообще. И в этом потере сознания было видение, как бы сон большое. Вдруг она увидела комнату перед собой, дверь. И она открыла эту комнату, и обошла и увидела. Ее сын там уже, бедный, не такой уже маленький, в другом возрасте, веселится, друзьями. Она открывает другую комнату, он там учится, где-то, в гимназе. она идет дальше, а там университет он ушел, но там какие-то странные лица, какие-то серьезные, уже устрашающие какие-то ноты. Открывает следующий день на миссии. И голос сказал, если ты хочешь, ты у нас в вас в живых, он останется в живых, но у него будет такая судьба. Он кричал, нет, нет, я хочу, чтобы он жил, конечно, хочу, но выбрал все равно, это и такая судьба, у него и была. Вот почему это случилось действие. Точно-точно, как она делает, и видела. Она как бы вымоливает это все. Но вот такой результат. Итак, наши желания не являются главными нашими. Нужно понять еще и высшую волю, согласовать наши желания с высшей волей. Это дальше. Итак, в легкой жизни не ищем. Действуем, развиваем бескорыстное, умоностроение через деятельность, занимаемся благотворительностью, и не пройдет и много времени, если таких людей будет всего 10% в обществе, даже меньше, вы почувствуете, что жизнь в районе будет. страха не будет, только уничтожить. Жизнь может быть трудна, но вы не будете бояться еще. Такая вот внутренняя энергия, такая вот вера, что страх будет уничтожить. Беспокойся. Сейчас у нас может быть много потерянное достижение, но страх, по-моему, в нашем существовании. Стрессы, психические проблемы добиваются. Беспокойся. Отсюда вся эта вот иммунная система, ну все, все одно к одному, сейчас человек разрушается постепенно. В России, говорят, еще люди более-менее здоровые рождаются, вот в западном мире сейчас большая проблема, дети рождаются все слабее, естественные физические. Когда я был в Финляндии, несколько лет давно уже, и мне как-то сказали, что главная проблема, это вот дети рождаются с умственными наклонениями очень большой процент. Это серьезный проблем, получить здоровое потомство, хорошее потомство или великое потомство. Вытрачивать силы. Пища. Одна из важных составляющих, что мы излимем. Если пища неправильная, удачи в жизни не будет, потому что тело из пищи состоит в чрезвом. Ясная пища не рекомендуется для тех, кто ищет удачу. Счастье. Нужно себя сильно в этом ограничивать или вообще полностью отказываться. Я 30 лет вегетарианин, допустим, не жалею об этом. Я могу авторитетно утверждать, что это хорошо, а то лучше, чем все остальные. Моя дочь ей 29 лет, она вегетарианка с рождения. Ни мяса, ни рыбы, ни никогда дожди по углу. У нас взрослый человек, замуж и все это здорово, без собес. Не умрем. Без водки тоже не умрем. Без мяса не умрем. Без сигарет не умрем. Без разводов не умрем. Нужно просто знать, как строить отношения. Нужно научиться эту культуру. Не нужно искать просто комфорт и чувственных наслаждений. Вот эта вегетарианинка культура, вот такая она откровенная и прямая вегет. Но похоже, мы это ценим. Похоже, что мы верим в это. Похоже, что мы искали этот вегет. Он реальный путь, ненадуманный, не искусственный. Как в древности обучали девочек. Одна женщина, она занимается куклами, живет в Украине. И она эту традицию изучала. Девочек обучали по куклам. И вот одна из таких кукол. Четыре куклы в одной, они связаны на веревочке. Четыре кукол. Девочка играет. Первая кукла – это девочка. Вторая кукла – это девушка. Третья кукла – это баба, а четвертая – бабушка. Кто это? Это твоя жизнь, девочка. Вот готовься к восемьему. А сейчас все готовят оставаться сексуально привлекательными. Так мы не воспитаем ни должного потомства, ни примера в обществе, ни силы мужчинам не дадим. Мужчины сломают, потому что очень много сексуальной энергии вокруг сейчас. Как может быть мужчина удачным в своих решениях, в планах, если вокруг у него привлекательные женщины? Вы себе это представляете? Хорошо, например, сейчас мы сидим и слушаем лекции. Вас ничто не отвлекает? Ничто не отвлекает. Удобное сидение, все. Но главным образом люди не отвлекают, мы не отвлекаем. Мы прилично выглядим. А если сейчас вы сидите голые, то могли бы слушать лекции? Нет, только в баню ходить, никто нужна мужскую и женскую одежду. На Западе даже бани общие стали. Кого-то это привлекает за российские салили в баню и Финляндии, потому что там в бане общие салоны. Вот такие вещи. Вот это же 5-я культура. Туалет общие стали делать, то все, прогресс западный, евроспендарка. Предупреждая, опасная ситуация, очень опасная ситуация. Сейчас он на полной браке, а вы знаете, что будет дальше какие-то последствия? Дальше хуже будет. Дальше появятся людоеды. Уже они видят. Уже едят в некоторых местах аппортированных детей на законном основании. Они же все равно никому не нужны. Вещу продают в ресторан. Люди едят. Откуда это? Это вожделение не контролируемое, говорю я, от неправильных отношений двух баллов порождается самые ужасные вещи происходят в обществе. Самые извращенные вещи в ум приходят. Вот какая вещь. Вот что такое кама вожделения. А мы говорим об абсолютной истине. Не собственное желание, а любовь к Богу, чтобы все также были счастливы. Потому что Бог это существо, которое заводится обо всех живых веществах. Это сознание Бога называет. Вот так человек должен жить. Поэтому мы против этой материалистической культуры сейчас. Мы против этого. не поддерживаем. Мы утверждаем, что так человек не получит счастья и удачи. Может быть, он и будет есть масло, аги есть на слонах. Но по кругу и просто разруха и поток. После меня культурирование на слепой поток вот так и будет. Все хуже, 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 хуже. Вот на этой плохой ноте я попозже закончу. Что-то радостное. Что-то радостное. Хорошо. Теперь моя жена болит на сцену и споет у вас песню. Я пока расскажу, что это такое будет. Чтобы что-то было радостное, позитивное. Как вы сказали, что необходимо медитаться, чтобы возвысить ум. И в это очень много посвящает этому внимание, уделяет внимание своим писаниям. все мудрецы в прошлом они получили знание через медитацию. Медитация безличная на слов ом, допустим. Когда вы говорите ом, это безличная медитация. К общему безличному духу вы обращаетесь, как бы, Бог, как безличное существо. У нее нет формы, нет каких-то личностных качеств. Это некая энергия единая, энергия, поддерживающая все живые существа, всю Вселенную в одном. Ом. Это начало медитации. Ом. Когда вы произносите ом, отрывается ум от материального разнообразия и беспокоюсь ухой. Добро, зло, друзья, враги, и все это становится незначительным. Хорошее, плохое, жара, холод не беспокоит. Если правильно медитировать, вы даже не замечаете, какая погода может. вы внутренней энергии поглощены и можете легко терпеть, переносить твойство из этого мира. Как один йог сидел на берегу Ганги и медитировал. А там Ганга поднималась потом. В этой медитации он ничего не заметил. И Ганга сдувала его. И под свой пила погребла не сантиметров. И полтора-два недели оказался в пиле. Потом Ганга снова ушла. И через 10-15 дней какой-то лодочник с лопатой ходил там, выкапывал свою лодку. И выкапывал эту йогу. Йога тряхнулся и ушел. В другом месте это было. Это медитация. В другом состоянии вы не сможете так делать. Вы умрете там, в твоей пилотности. Вдохнете. Но в состоянии медитации вы даже на это можете не обращать внимания. Это называется мистические ситхи. При медитации у вас проявляются ситхи, способности. Разного рода. Иногда вы можете заговорить стихами. Иногда вы можете получить знания необычные изнутри от проявлений. И излагать эти знания очень умело. Иногда вы можете влиять на массу людей. Или какие-то материальные способности получить, как брать вещи издалека рукой. Правьте ситху. прабьте ситху означает, что у вас такая рука, что вы можете залезть в чужой карман и выдачить деньги. Я обычно ее не применяю. Это вы легче. Поэтому не беспокойтесь про деньги. Я не буду у вас ничего брать. Рабьте ситху. Ага, тут даже вопрос есть. Это медитация. И ее побочные как бы эффекты, способности. Побочные эффекты не обращайте внимания. Если способность какую-то получите, просто не обращайте внимания. Хорошо? Просто продолжайте совершать и постепенно перейдите к личностной медитации. Это самое важное, что человек должен приобрести. Уметь лично общаться с Богом из сердца в сердце. Бог это живое существо. Он личный. Вот это вычисло. Если мы познаем личность Бога, мы познаем личности всех других нас окружающих. То есть строить отношения искусства зависит от отношений именно с Богом. Если вы думаете, что Бог безличный, вы также будете к людям относиться и к животным относиться. Безличные. Если мы знаем личностное отношение со сверхдушой, с совестью, с параматмой, то и с другими людьми будем понимать друг друга через сверхдушу, параматмой. Личностное. Глубоко. То есть это любовь. Личностная медитация, она значит имена Бога, качество Бога, в каждом имени качество. И вы произносите медитируете на качество этой личности. И так прогрессирует. Человек очищается в углу. Так, пожалуйста, выходите на сцену, устраивайтесь. И пока отличный вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думающееся «блаженство» не просто непоследую ''счастьеуетуетуетуетуетась'' Вот есть отдельный термин для этого Аннанда означает что нет начала и конца этого Но могут быть забвения Мы сейчас пытаемся освободиться от забвений Что бы вспомнить эту свою природу Она должна пробудиться у нас Она уже есть внутри в спящем состоянии Аннанда И при помощи медитации, бхакти, йоги, йога любви к Богу, искористка деятельности, служения, медитация на качественное, качество и имена Бога пробуждают эту природу человека. И, конечно же, для этого нужен чистый образ жизни, чтобы ощутить сильный эффект этой практики, нужен чистый образ жизни. Почему мы говорили про мясо? Это чистый образ жизни. Отказ от мяса, отказ от интоксикации, от азартных игр, денежных махинаций и незаконного секса. Вот четыре вещи я рекомендую, чтобы остановить деградацию. И поскольку это трудно, есть привязанность к этим вещам, и вкус к этим вещам уже условлены в нашей культуре, то нужна медитация. Возвысить ум, чтобы эти вкусы потеряли свой цель. То есть, открыть в себе более высокие вкусы. И когда есть более высокий вкус, от низшего вкусу несложно отказаться. Легко это. А по-другому трудно. Почему веды против употребления чая? Вопрос, например. Это интоксикация. Не такая сильная, как алкоголь. Но при длительном употреблении также имеет свой сильный эффект. Чай. Индийский чай, черный чай, грузинский чай. Это токсины. Нужно избегать. Это в редких случаях, если как медикамент используется, по каким-то причинам можно допустить, но регулярно нельзя употреблять. Каждый день, постоянно. В Индии чай не пили до появления англичан. Англичане перевели эту культуру с определенными целями. Вы знаете, когда начали курить. Со времен Петра Первого это было введено законом, потому что выяснили, что курящий солдат меньше ест. И каждому, значит, необходимо было иметь трубку солдату и табак. Им научили курить. Все. И религия была против. То есть люди были против, но это ввели закон. А потом это стало потребностью и привычкой уже культуры. Также и чай в Индии, он именно перевелся таким подобным образом. А потом это стало привычкой. Один ли Бог у всех религий? Источник один, но разные пророки приходят оттуда. Поэтому возникает впечатление, что разные культуры. У всех религий цель одна, поэтому можно понять, что источник один. Ко мной тоже целью себя призывает, кто любит Богу. Когда девушка выбирает будущего мужа, как ей распознать, какой человек ей предназначен Богом, а какой человек пришел по карме. Не сложно. Куда он вас приглашает, когда женится на вас? Спросите его. Богу или куда? Все ясно? Если к Богу, значит от Бога. Если в другое место, значит в другое место он пришел. В другое место мы ведем. Если просто скажешь, вот не знаю куда, просто вот будем жить как-то. Я буду зарабатывать деньги, ты будешь готовить мне еду. Это не от Бога. Это обычное материальное существование. Более или менее биологические отношения. Что такое чувственное наслаждение и почему от них нужно отказываться? От всех нельзя отказываться от чувственных наслаждений, потому что вы навредите своему здоровью. Нужно отказываться от излишества. Именно вот эта проблема. Не потому что мы... То есть две цели веда отдаются. Две цели жизни человека. Первая цель – это здоровый образ жизни. То есть удовлетворяйте свои чувства правильным, здоровым образом. Правильным, регулируемым образом. Не переедайте. Спите сколько нужно. Работайте сколько нужно. Отдыхайте правильно. И возвышайте ум. Занимайтесь йогой. То есть некая остеза, ограничения нужны, чтобы не было излишеств, чрезмертостей. Мы сказали в этих принципах. Мясо, интоксикации, азартные игры, незаконные сверхств. Вот эти лишние вещи устранить. Это лишние вещи, не нужно. Или ранее чувственных наслаждений. Один ученый заметил, что животные все обычно, когда они голодны, не едят. Они, когда не приходят вперед, нет врача, они не вступают в связи. Человек же может есть, когда не голоден. И пить, когда пить не хочет. Вступают в связи, когда пожелает. Даже если не хочет, можно стимулировать его к этому. И вы понимаете, что сейчас много таких стимуляторов, таких забегалов, или кафе, или речных клубов, где люди не хотят эти вещи, но они делают для того, чтобы стимулировать чувственное наслаждение. Сблизься с кем-то быстро, выпить что-то, быстро познакомиться, хотя пить не нужно человеку. Стимуляторы это называются. Человек их применяет для определенных целей, выгодных. Как быстро познакомиться с женщиной, вступить в сексуальную связь. Наповить ее алкогольным нуждом. Пригласить куда-то, поухаживать. Это каждый стимулятор существует. Вот в культуре такие вещи распространены. Это излишества. В них нет никакой необходимости. Человек нуждается в здоровом образе жизни. Это нужно хорошо изучить, исследовать и исследовать этим правилам, чтобы было здоровое потомство, семьи и все остальное. Это чувственное наслаждение. Поэтому от них нужно отказать. Если же вы доверите эти чувства должным образом, это хорошо. Разумно. Законно. Закон и брак это хорошо. Незакон и брак нехорошо. Закон наружности для детей хорошо. Закон наружности для детей нехорошо. Зарабатывать деньги честно хорошо. Нечестно плохо. Вот вы эти вещи имеете. Скажите, пожалуйста, как можно попасть в этот духовный мир? Это редкий вопрос. Обычно все хотят остаться в этом мире. Наш учитель, Шила Прабхупада, он однажды давал лекцию. Я там в Европе, я не помню, в западном мире, давал лекцию, он описывал, что можно путешествовать на другие планеты. Собственно, йога этим занимает. Когда мы говорим, а бхагдия йоги, та же самая цель, переместиться в другой мир со временем, когда придет время, уйти в другой мир. Это другая планета, другая локация, совсем другая среда. Даже в этом мире есть много планет высоких, райских планет религии указывают. Можно в рай попасть, то есть тоже цель на другую планету перенести. На лучшую планету, в лучшую планету. И он говорил об этом, как этот механизм рассказывал, как можно переместиться на другую планету, когда придет время, на нужную планету. И после лекции подошел человек и сказал, с вами Джа, вы меня научите путешествовать на другие планеты. И Крупа сказал, да, я вас научу, если хотите, я могу вас научить. Но при одном условии. Назад не возвращаемся. Он подумал, что нет, я хотел просто посмотреть и вернуться обратно. Он говорит, нет, так не научу, так не получится. Одна цапля ходила по берегу озера и искала пищу, лягушки, пьяхты. И вдруг свет какой-то, знаете, с неба пошел. Все осветилось вокруг. И такая птица белая, слепительная белая стала спускаться в это озеро. Цапля рот раскрыла, торопела. Ничего в жизни подобного не видела. Все пьянки посыпались у нее за рта. Она спросила, ты кто? Это я лебедь? Но я таких лебедей никогда не видела. Что за птица? Откуда ты такой лебедь? Я с высших планет. С растительных планет спустился здесь отдохнуть на какое-то время. На этом озере. Слушай, расскажи, что там у тебя в раю? Что такое рай вообще? И этот лебедь стал плавать, освещаясь вокруг своим сиянием. Ананда и блаженством стал рассказывать, что такое рай, что такое вода в раю, и что такое берега, из чего они созданы, какие там есть деревья, и какие там лотосы. Цапля одна речи потеряла. Сказала, я хочу в рай. Но я могу тебе взять, я имею право. Одну тебя могу взять. Сейчас. Но я готова. Только один вопрос. Там пиявки есть? Нет пиявок там? Нет. Ну тогда это не такой уж рай. Подумал, на тебя принят. Нет. Я не пойду туда. Интерес, конечно, у нас есть с другим измерением в другой жизни, но мы должны знать, что перенестись туда, мы должны сменить образ жизни полностью. Подсмотреть невозможно. Некультурно это. Подсмотреть мы не сможем с вами. А перенестись, перенестись можем, но для этого нужно сменить качество при помощи А-кармы. Меняя качество, мы приобретаем способность в другом измерении. Измерения все качественные. Миры и мерности. Как относиться к старшим своим родственникам, к самым близким, если не делают вещи, ли кармы, ради собственной выгоды, как их не осуждать внутренне? Не тратьте время на исправление людей. Начните с себя. Когда вы достигнете определенного уровня совершенства, вы будете сильно влиять на людей. Без слов даже. Люди будут стесняться перед вами делать нехилю. Ваше присутствие будет принимать, что хорошо, что плохо. Займитесь с тобой серьезно. Не вступайте в конфликт раньше времени, потеряйте силы, энергию, и все кончится плохо. Никого не осуждайте. В чем? Ну, люди невинны по той или иной степени. Многие просто не знают, знаний не имеют. В веках, вода, к этому многие пристрастны. Но прежде всего займитесь собой. Критерий духовного совершенства определяется склонностью к критике. Насколько мы склонны к критике, настолько мы несовершенны. Это главный критерий. То есть зависть. Критика — это зависть. И свобода от зависти означает, что мы обретаем уже любовь. Не критикуйте людей, которые невежественны. Ну и что? Любите их, потому что по-другому вы не сможете научить никого. Завидуем, и не сможем никого научить. Именно через любовь это происходит. Уважение. Любить людей вокруг себя — это то же самое, что любить Бога или нет? Не всегда. Нет-нет. Нет-нет. Когда вы любите Бога, то, конечно же, вы любите людей. Но когда вы любите людей, это означает, что вы любите Бога. Если вы просто любите человеческую природу, этого недостаточно. Вы упадете. Это не поможет. Но если вы любите Бога, а потом человека, вы не упадете. Вы возвысите людей. Любить людей не означает, что мы должны потакать их чувствам и желаниям. Любить Бога означает, что мы людей должны возвысить. Надо тебе желание, выше желание развить. А любить человека означает потакать, соглашаться с моим желанием. Хочешь пить, но на тебе выдать. Любовь к человеку. Так можно привыкать. Если мы исполняем любые желания приходить человека, эта любовь становится опасной. Но если вы любите Бога и себя, вы не позволите деградировать ни себя, ни другим. Это настоящая любовь. Например, однополые браки. И когда спросили об этом Далай-Лам, он сказал, ну это личное дело же. Это же личное дело. Но мой вопрос, почему Далай-Лама не опирается на священное писание, когда обсуждают эту тему? Почему? Если он представляет конфессию, религию, мировую религию, то там есть основания, писания, есть законы Бога, во всех конфессиях есть законы Бога. Почему они не опираются на эти законы, когда обсуждают такие важные темы? С каких пор это стало личным делом каждого? Эта культура мировая, она деградирует. Это не личное дело каждого. Это деградация общества. Человек не имеет права искажать эти вещи. Любить Бога означает следовать Его законам. Это то, что написано в Ветхом Завете. Какая же любовь, если я не слушаю своего отца? Он одно, я другое. Где же любовь? Он говорит, не убей, я не слушаю. Он говорит, не лги, я не слушаю. Не крадить, я не слушаю. Если я ничего не слушаю, то где же любовь? Когда я говорю, я люблю человека. Вот так мы падаем, когда любим просто человека. А животных мы не любим, мы для них бой не открываем. Что это за любовь? Если все отдавать, что останется? Логично. Именно так. Если я что-то отдам, у меня останется меньшее. Это каждый знает эту тарифметику. Поэтому скажем, если у меня три тысячи в кармане есть рублей, я тысячу отдал, сколько остается? Две тысячи, верно же? Если я отдам две тысячи, одна тысяча останется. А если я отдам три тысячи, ничего не останется. Поэтому что нужно? Ничего не отдавать. Как можно меньше, то больше останется, верно же? Так кажется. А теперь третий вопрос. Останутся ли эти деньги у вас, если вы их не отдадите? А куда они делают? Вы их потратите. Кому? На кого? Чувства заберут, чувства в горы, на чувственное наслаждение. Человеку, для жизни многое не нужно. Для чувственного наслаждения никогда не хватит. Особенно, чтобы удовлетворить свой ум, никогда не хватит. Говорит, мороженое вы едите с ладони или золотой посуды, вкус тот же самый. Но золотой посуды, кажется, лучше. Ум, так думаю. Для ума это делает. А вкус тот же самый. Вы не можете языку совершенствовать, не так ли? Все наслаждаются одинаково. Даже собаки и свиньи наслаждаются одинаково с человеком, что касается еды, с нас, в углублении обороны. Но в уме человек наслаждается по-другому. Он будет думать, я, у меня хорошая квартира, у меня небоскреб есть. Но он там займет маленькую комнату, у него такой же туалет, такой же язык, такой же желудок, как у всех. Такие же органы восприятия. Разве он может наслаждаться? Он думает, да? Он просто думает. Вот этот человек ман, мэн, мэн. Манас это ум. Он на уровне умал, он себя обманывает. Теперь вопрос не в том, чтобы отдать, а куда отдать, понимаете? Во что вложить? Вот вы вкладываете деньги в своих детей. Почему, скажите? Почему в своих детей, а не в чужие? А потому что вы рассчитываете, что ваши дети вас позаботятся. Это выгодно вкладывать туда деньги. С одной стороны, вы влюбили, с другой стороны, вы знаете, они вас будут заботиться, вы должны вкладывать в них сейчас все эти средства, наследство и все остальное. Рассчитывая, что они вас позаботятся. Но погодите, если вы просто служите их чувствам, они будут меньше вас заботиться. А если вы приучаете делать добро другим, они о вас, естественно, позаботятся. Не сложно. Вот представьте, что у вас есть машина. Дорогая машина. Машина – это антегория с телом нашим. Настолько дорогая и любимая нами, что мы не заботимся день и ночь. Только они и смазываем, и протираем, и заправляем. И сами забываем проездить. Настанет день, когда вам даже трудно будет протереть тепло машине. Вы так останетесь. Вам будет трудно поделиться материально. Но если приучите, вы сами получаете пищу духовную, вам не трудно поделиться машину. И что же такое духовная пища, энтузиазм? Это служение. Это служение. В семье, где есть энтузиазм, служить Богу, там больше счастья, чем в семье, где каждый исполняет свои эгоистические желания. Когда я прихожу в богатые семьи для консультации иногда, я поражаюсь, какие серьезные проблемы в тех семьях. Потому что каждый именно эгоистичен. Каждый будет счастлив для себя. А родители думают, а почему так? Ведь мы же для них столько стрелы. Почему они здесь не хотят заботиться? Потому что главного они дали. Любив Бога. У них не развита любовь к обществу. Знаете, как люди разочаровались в одной стране, когда президент обокрался в страну со своим сыном и сбегал оттуда со самолетом с деньгами. Они случайно послушали их разговоры в эфир вышел. Прямо в эфир вышел. Они ужасные вещи про людей говорили, про страну, про своих людей. Люди были в шоке, были сильно вот эти травмированы. Что вот так наш президент как-то к нам относился к двухколесному. Мы для него не просто животные. Вот какая вещь. Ребенка не воспитывайте без Бога. Это не ваш ребенок, он должен знать. Это частица Бога. Вот какие знания вы должны оставить по наследству. Когда мы будем уверены, что они будут настоящими приемлемыми духовными, они не исказят смысл и цель жизни, они не будут деградировать. И так, что мы объясняем ребенку. Видишь, чем больше ты видишь, ты видишь, что не остается. Понял истину? Не в этом истина. Если ты отдаешь правильное направление, ты еще больше получаешь. Веда говорит, что если вы отдаете, жертвуете деньги равному человеку себе, помогает ему, вы в итоге получаете такую же сумму, она к вам завернется. Если вы более высокоразвитный человеку жертвуете деньги духовно, вы получаете в 10 раз больше. После священия ходишь жертвуете. А если жертвуете чистому преданному, никто не знает, какое благо вы получите. То есть, там говорится наоборот, что это можно увеличить таким образом, через жертву. Например, кто-то говорит, я вот делал жертву, делал добро, но этот человек не отвечает мне. Видите, бесполезно. Вот вы серьезно ошибаетесь, потому что делая добро, безответное, ваши качества возрушаетесь. И к вам может прийти в результате совершенно в другом месте. Просто на основании ваших качеств. То есть, кто-то другой может реагировать. Я перевожу пример для этого случая такой. У меня детство был случай очень интересный. Тетушка, мы жили на острове на севере, и моя тетушка привезла розу с большой земли. Довезла. Самолетом нужно было. А я в жизни роз не видел. Там не растут розовые севере. Тундра. Настоящая роза. Я был в красоте, очень остро воспринимал, не зря стал художником, не очень волновала красота. Тут роза, пахнущие, вот эти листочки, знаете, нежные, подточенные. Я так не привязался, не дайте мне эту розу. Ну, подумал, она же завязана. Я очень расстроился. Я пошел, спросил, а что делать, она же завязана. И стал требовать, чтобы она не завязана. Мать сказала, отстань, сейчас получишь. Любой цветок завязанец, что ты, глупости взять, игородишь. А тетя сказала, вот видишь, я там вот горшок на окне стоит с цветком, какие-то там лопухи были, такие зеленые, петушок, розовый. Вот тетя говорит, посади ее, и поливай, и завязанец. Ну, просто что-то я не могу. Я проверил это. Закопал туда, вкопал вот розу туда, усрамбовал и смотрю на нее и жду. Полчаса они разговаривают, через полчаса она уже меняется, она все-таки как-то тут вянет. Она вянет. Так болевай, болевай. Ну, я и стал там и вот валить, и лить, она уже снизу льется, то есть, когда льется, я утираю, снова лью ее туда, чтобы главное не завяло. Она вянет, и вянет, и вянет. Ночью сплю, не могу с ней снять про розу. Утром просыпаюсь, ухо туда, бегу к розе. Завяло. Все. У меня такое отчаяние, такая боль, роза подвела. Поднимаю глаза, петушок расцвел. Вот до сих пор помню, знаю, это вопрос вообще. Я вот в одно вкладывал, бесполезно, но я же вкладывал куда-то, и выросло что-то, тем не менее, видите? Вот думайте о этих вещах. Вы живете в мире Бога, есть свидетель о наших поступках. Неважно, что кто-то не ответил на ваши хорошие какие-то вещи, это придет с другой стороны к вам, потому что у вас появляются качества. Кто-то это все равно заметит, это не будет незамечено. Это на основании веры принимают опыта уже, большой опыт жизни. Не мало опыта, а большой. Мало опыта, вот отдал, мало. А есть большой еще опыт, вон другой. И потом все отдавать не нужно, это не очень разумно все отдавать сразу же. У вас есть своя доля, эту долю вы никому не должны отдавать. Как относится Господь к натуральным БАДам? Что такое БАДы? Биологическая добавка, что ли? все натуральнейшее есть. Зачем все эти вещи? Это бизнес. Есть человек попадает в рабство. Попадает в рабство, бывает такое. Есть такой опыт, рабов-модельческий строй. Хорошо, попадает в рабство. и ему одевают такие вот специальные кольца железные сюда с цепями. И как это? Вирига называется? Тяжелая, да? Чтобы усмирить его. Он же не хочет быть рабом. И смотрите, что происходит. Как остается рабом? Вы рабы? Нет, вы скажете, я не раб. Я никогда таким не искал. Но вот, вот здесь кольцо железное. И вы, чтобы куда-то ходить, должны, вот тут у вас снимается кожа от этого трения, вот уже кое здесь будет страшно учение испытывает. И когда уже не может это терпеть, приходит хозяин. Идет и мягкую ткань. Сейчас сам болит житель. Вот на, проложи там. И вы думаете, добрый хозяин. Вот вы уже стали рабом. Вот нет натуральной пищи, дабавку дали. Посмотрите, кого-то. Какое достижение. От Бога поможет. От Бога он все растет на земле, понимаете? Ничего искусственного нет от Бога. Зачем искусственное отворение, если уже есть мужчина и женщина? А потому, что мы становимся неспособными. Мы разваливаемся. Где здесь достойных людей, где здесь денег? Родить их надо, а мы не знаем, как их рожать. У нас проблемы в обществе серьезные. биологические добавки, витаминизированное молоко. Что это такое вообще? Ну, конечно, если это нужно для здоровья пользовательствами всем, но это не то развитие цивилизации, о котором говорят веры. Человеку нужен просто чистый воздух, чистая вода, чистая пища, чистые отношения, чистая любовь. А не биологические добавки. Вы поняли ответ, что я не против биологических добавок, если они полезные, потому что в этой ситуации все равно вам придется проложить с ноги что-то, понимаете, раз уж так больно, что делать? Я просто привожу пример, чтобы они попадали под это впечатление, что это хорошее падает цивилизации. Муши заставляют готовить мясо, что делать? Хороший вопрос, хороший вопрос. Не ругайтесь с ним, не устраивайте бунт, не говорите, что он станет животным в следующей жизни. не применяйте все запрещенные приемы, разговаривайте с ним от сердца, пока он не поймет, что для вас это очень важно, не готовит для вашей духовной жизни. Он должен понять, насколько для вас это важно. Помочь он в этом должен. Я думаю, это вполне возможности у близких людей. Не ругайтесь. Сначала просто думать вашим лаш приколь. Раньше или мясные, все или мясные, чего надумал вообще. Нас кушал всякой ерунды. Я хочу мясо, готовь мясо и все. Как раньше. Но постепенно, постепенно, поскольку он должен понять, как близкий человек, насколько для вас это важно, для вашей духовного развития, постепенно он поможет вам в этом. Благословит вас, скажет, хорошо, хорошо, я теперь понял. Для тебя это важно. Хорошо, я помогу тебе. Буду сам готовить. И тоже буду меньше. Вот как это происходит. Терпение возобновит. Меньше комплекта. Что такое смирение, как оно воспитывается? Смирение двух видов бывает. Есть духовное смирение, материальное смирение. Материальное смирение это не счастье. Это потрясения в жизни какие-то. Например, вы потеряли все свои деньги. В это время вы становитесь смиренным человеком. Вы ждете просто милости, помощи от кого-то, сострадания в себе. Это такое болезненное смирение, когда вы теряете подавление, теряете здоровье, деньги, близких, что-то такое. В этом состоянии вы подавлены. И счастны. Обычно так смирение не понимают, что в религии ведут несчастные люди, которые потеряли что-то. Потеряли деньги все, близкие несчастья у них. Они ведут в России здоровья, упокоить душу, в этом смирении состоянии. Но это лишь материальная сторона, внешняя сторона. Не бодринная сторона. Бодринная сторона духовная. Она основана на знании смирения. Я не это тело, я душа. Тело это моя одежда. ко мне в глубоком отношении не имею славы, бесславия, потери, приобретения. Я душа. Я вечно не ничего здесь терять, ничего здесь приобретать. Это в знании, это не страдание, это величие. То есть подлинное смирение это величие. Материальное смирение это просто подавленность жалости. Если человек сегодня не смиряет духовно, то его смиряет материальная природа. Это мучительное действие. Но уже в таком виде как негативное болезненное действие. Поэтому когда мы сами себя обуздуем, это хорошо. Если нас материальная жизнь бьет, это неприятно. То есть смирение двух видов. Значит нужно усвоить эту истину основополагающую я не это тело. Вы никогда не умираете. Вы видите смерть только со стороны. Вы свою смерть никогда не увидите. Так это смерть подобно сну. Внешне кажется вот человек спит отсутствует. Нет внутри он ему сниться что-то продолжает жить точно так же. Во сне вы видели как вас убивают? Сокрушались что вас убили? Да иногда такое случается. Вы видите свою смерть и думаете меня убили. А как же вы думаете если вы продолжаете видите оценить ситуацию? Когда Александр Макиновский добрался до Инди он увидел там йога сидящего медитацией. И когда он прилился к нему как заеватель император во всем своем величии йог не встал с места и не поприветствовал его. Он прозвал сидеть медитировать. Нахидон спойтил себя оскорбленным и сказал йога ты знаешь что я я могу сейчас нести вот эту голову тебе и у меня не будут никаких последствий. Я император. И йог сказал улыбаясь когда ты срубишь мою голову она упадет и покатится по земле верно же это увидишь? Макинонский сказал да я вижу то же самое с тобой и тогда Макинонский понял что эту страну завоевать невозможно и они это делают вот это подлинность мне сначала нужно использовать вот эту а потом говорят в этой нужно понять кто ты в этом деле твоя профессия социальное положение семейное положение это уже после этого сначала нужно понять первую истину потом вторую истину как это применять в семье в работе все так мы начинаем сразу со второго мы не получаем представления от души никакого сразу ищем где моя предыдущая где моя семья в этом ошибку в этом подвох без смирения счастье счастье невозможно если человек остается гордым всю жизнь означает что всю жизнь его ждут страшные потусели большие как в современном обществе женщина должна выбирать мужа ну так посмотреть можно на всех и выбрать обычно так мужчины в обществе они лидеры ну в идеале лидеры но сейчас видишь что женщины лидируют в общем меняется картина и когда мужчины лидируют и все просто они выбирают жену согласно своей цели жизни у мужчины есть какая-то цель жизни он выбирает помощницу это будет ровно все если нет цели жизни то он выбирает не помощницу а та которая будет удовлетворять его чувства ну готовить растирать порядок в доме наводить чувства увлажать постели и все остальное он ожидает этих вещей заботиться это муж в бесцельном существовании всегда будет ожидать решение то есть он будет всегда раздраженный и неудовлетворен что так и 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 так вот такая семья но когда цель жизни и она помогает именно в цель жизни и напоминает всю жизнь об этом чтобы не забывал это очень это Это очень хороший, правильный выбор. Такой женой мужчина будет очень гаражить. Очень сильно. Что касается женщины, она должна выбрать себе мужа как ведущего. Что вы хотите в жизни проводить? Какого мужа? Или какого мужчину? Разберитесь в этом, мужчинам нужно ли муж? Муж означает, что он будет контролировать ваши чувства. С вами, хозяин. Хозяин чувств, собственно. Значит, с ним рядом тоже придется контролировать чувства. Принимать какие-то его обеты, аскезы, его цели. Это будет нелегко. Чем более великую целью себя стоять, это должно быть и великого человека с физиками, тем труднее будет жизнь рядом с ним. Ответственная жизнь. И так должна вдохновить цель жизни этого человека. Не просто его какие-то привлекательные мужские качества, или деньги, или внешность, или экспо... Это, как называется это все? Это антураж внешний. Фактура, так сказать. Экстравагантность и так далее. А вдохновлять его цель жизни – целеустремленность. То есть у мужчин есть три качества, которые вдохновляют это. Целеустремленность, бесспрашие и щедрость. Женщина ищет такого мужчину, такого мужа. Если у мужчины нет цели жизни, как его, что вы не выберете, все будет в конечном итоге. Не будет. Если он бесплысленно живет, если он жадный, если у него нет этой щедрости, смелости, целеустремленности, то это невеликий человек. Он ничего, ничего, ничего большого в жизни для вас не сделает, не приверет вас никуда. В основном мы видим, что у людей интересует совместное богатство, процветание, материнство. Вот такой брак у них нет. А женщина ожидает просто личных таких вещей, чтобы быть любимой, нужной постоянно, хорошие слова, комплименты, подарки, внимание постоянно получать. Это тоже невозможно. Не найдете такого мужчину, который бы всю жизнь это делал для вас постоянно. Мужчине нужно напоминать об этом. Он его зовут сразу. Как только вот роспись будет в ЗАГСе, он сразу зовут. До брака он еще будет помнить, и после регистрации уже скажет, все, дело сделано, законно больше не нужно делать. Напоминают друг другу, что любят любим, да, верно? Все, роспись же нет. Зачем напоминать? Для мужчины это так. А женщины ожидают, что вот, вот, вот это вот, комплименты и все остальное. То есть не муж, а мужчину она имеет. Муж другой. Муж это человек, который идет к цели, ему нужна помощница, помогает. Это не легкая задача, быть женой или быть муж. Это не шутка. Вы на карту ставите всю свою жизнь. Это не развлечение. Это не просто какая-то удача, что у вас такой красивый человек и прочее. Я помню, как у нас в студенческие годы поженились, одна пара поженивалась. Очень красивые, тот и другой. Все просто ахнули, такие красивые. Через два года не было. Он ее сбил до полусмерти. Антураж. Мужчину ищите, женщину ищите. Нет. Цель жизни определяет мужа. И желание помогать определяет жену. Иначе это не муж, а жена. Это просто мужчина и женщина. Это узаконенная проституция называется. Где каждый ищет чувственных наслаждений друг от друга. И не получает этого. Не получает. В западной культуре у всех есть любовницы и любовники. Почему не получают чувственных наслаждений от одного партнера? Нужен еще партнер, не один. Вот такая тенденция. Сначала давайте разберемся в смысле и цели жизни. Влечный решает такие важные вопросы, как брак. И воспитание детей нового поколения. Деньги, заработанные в угоне невежества, могут ли искренне потрачены на благотворительность? Будет ли это деятельность деятельностью А-кармы? Строго говоря, если вы берете греховные деньги, пожертвования для хороших вещей, они не принесут вам благ. Как правило, люди святого уровня не принимают такие пожертвования от греховных детей. Не берут. Если к вам придет киллер, который хорошо зарабатывает, искать вам жертву на храм, что вы должны сделать? Отказаться от греховных детей. Сейчас в наше время возможны компромиссы в каких-то моментах, потому что жизнь довольно запутанная и сложная бывает. Очень трудно найти сейчас чистую деятельность, которая не имеет недостатки. В Бхаговике написано, что любая деятельность имеет недостатки. Как огонь покрыт дымом, так и любая деятельность имеет недостатки. И все, чтобы мы не отказываемся от деятельности. Но деятельность, связанная, скажем, с насилием, это непредписная деятельность. С распространением токсикации – непредписная деятельность. Зарабатывать на проституции – непредписная деятельность. Порабощать кого-то, эксплуатировать, и так называться непредписная деятельность. Как относиться к материальному наследству? Это ваше богатство? Если вы имеете наследство, это ваше богатство? Есть различные типы богатств. Есть богатство заработанное. Это не лучшая категория. Гораздо лучшее богатство, которое именно по наследству передает. Это лучше считается. И самое большое богатство – это разум. Разум, который есть у человека. Деньги можете потерять. Если разум остался, деньги снова придут. Самое важное, что мы должны как бы обрести или помочь другим – это именно обрести разум. Один человек потерял министерское положение в годы перестройки в одной из республик и вынужден был уехать в Россию, чтобы жить заново. Он пришел и рассказал мне об этом и спросил, почему у меня такая судьба, почему я должен был вырасти до министерского положения и потерять все это. Он ни за что ни за что ни за что ни за что. Быть жертвой вот этой перестройки. Объясните, что вот в точечении кармы. Но я его спросил, а сейчас вы кто? Он говорит, сейчас я снова вынесся. Я говорю, вот видите, ваш разум остался на месте. Ничего не придет. Не беспокойтесь. Потери приобретения не важны. Важно сохранять себя как человека. Разум, не потерять разум, просто не скатиться вниз. И снова придет то же самое. Один царь потерял царство, потому что была революция его царства, его смерти. И изгнали из царства. Вон там щепит. Я прибежал к оператору, с кем был в дружеских отношениях, и попросил защиты помощи от него. Ну, как бы вернуть царство. То есть, чтобы он взял армию, пошел и вернул ему царство. Но император сказал, я помогу тебе. Вот тебе сто овец, спаси моего царства. Как расстроился несчастный государь. Вот она дружба. Раньше мы были такими близкими, почти как равными, а теперь, когда он мне несчастье, он мне дал сто овец. Но у него не было никакого выхода. И он стал посетить сто овец. И даже понятия не имел, что это такое. И эти все сто овец сдохли у него. Что-то там наелись, нетудавных выпасов. Передохли все стадо. Когда инфекция пошла. Не помню себя от горя, он пришел к императору и сказал, все, стадо полегло, я прошу прощения, я просто первый раз вообще взялся в отеле весло. Но не лишая меня шанса какого-то, дай мне возможность все-таки что-то делать, как-то себя поддерживать. Говорит, хорошо, хорошо. Может, с тобой, друзья, вот и пятьдесят овец, спасись. С ними справишься. Знаете, пятьдесят овец волки разогнали вообще. По горам. Не нашел он никого. Но он снова пришел, чуть не плачет, да не беспокойся. Вот тебе двадцать лет, спасибо. И он стал внимательнее уже относиться к этому везду. Стал изучать повадки этих овец, их природу, где они, как их выпасают, как они общаются. И, в конце концов, его стадо через несколько лет – пятьсот овец. О, какой стад он, длинул императору. Тогда император сказал, вот теперь я тебе возвращаю твое царство. А что, что ты сразу этого не сделал? Зачем бы опасать их овец всю свою жизнь? А потому что ты потерял разум. И тебе бы и счастья не принесло. Ты уже тогда потерял разум, когда потерял царство, что до этого. Поэтому тебе и задали. А сейчас, когда ты снова вернул разум, вот ответственность идет. Снова получается царство. Вот такие истории стоят. Нужно следить, в каком состоянии наш разум, который оценивает правильно эти вещи, различая, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, что чисто, что грязно, что свято, а что нет. На основании разума мы устроим брак, и наши отношения в семье, и деятельность строим, и духовную жизнь строим. Есть две позиции, которые человек может занимать в жизни. Го-да-с и го-свами. Го означает чувство. Дас означает слуга. Это одна позиция. Слуга собственных чувств. А го-свами – это другое. Го – это чувство, а с вами хозяин чувств. Другая позиция. Вы замечали, что если мы говорим о баскезах, некоторые люди возмущаются. Это го? Да. А в госсвами радуются. Другая, разные позиции. Одни живут ледом сражением чувств, другие живут, понимая, что есть какая-то более высокая цель, готовы чем-то жертвовать. И они радуются, когда говорят о пожертвовании, о бескорыстии, о любви божественной. А они радуются, потому что они го-свами. Но го-да-с и будут расстраиваться, раздражаться. Зачем эти аскерты? О чем вы говорите? Нужно есть и ездить на слонах. Поступила вопрос. Как отпустить душевную боль? Как отпустить душевную боль? Травма. К сожалению, таких примеров сейчас очень много. Я думаю, что каждый из нас с какой-то болью живет. Так написано в Махапхарде. У каждого из твоих боль. Так, как я говорю, в этом мире невозможно по-другому. Мы говорили о медитации. О развитии высшего вкуса. О качестве смирения, о том, что я не это тело. Развиваете эти знания. Если мы не развиваем духовные знания, мы не сможем освободиться от душевной боли. Мы не сможем прощать людей. Мы не сможем избавиться от своих собственных недостатков и пороков всю свою жизнь. Все нужно развиваться внутренне, начать с самого себя. Не с боли начинайте. Начинайте с позитивного. Вам нужно ощутить транс, экстатические переживания. И вы увидите, что все эти проблемы внутренние станут незначительными. Вы будете их помнить. Но уже не близко к сердцу. Наша ошибка в том, что мы эти материальные удачи и неудачи пропускаем в сердце глубоко. Близко к сердцу принимаем. Это называется травмой. Как говорится, я веду. Деньги потерял, все думают, все, мне конец. А на самом деле конец деньгам, а не ему. Вот это травма называется, близко к сердцу. Если это в разум что-то проникает и становится чем-то для нас важным, а на самом деле не имеет важности, как алкоголь. Если в разум проникает, в алкоголик все. Вы не можете с этим справиться. Берегите свой разум. Берегите свое сердце. Не открывайте его крокодилам и тиграм. Иначе будет боль и травма, там в сердце. Поэтому, говорит, любовь для Бога. А потом уже с человеком общает. Защищайте себя божественной силой. Станьте сильными. Каждый человек по-своему свят. Вот наш путь. И по-своему демоничный. И у нас выбор с вами. У нас постоянно будет выбор. Каждый день будем выбирать. Что делать, каким путем будет. Вот это жизнь человека. Но представьте, а если мы с вами освободимся, это не в качестве демоничной. Вы верите в это? Это возможно? А что это за результат? Какое счастье испытаете? На самом деле стоит рискнуть, а? Это же удивительно. Что такое чистое сердце описано. Это потрясающая жизнь вообще. Вам уже все равно будет материально или не материально. Он не будет ничего волновать. Вы будете знать точно, что вы делаете, кто вы и зачем вы живете. И сколько блага такой человек может один сделать в обществе. Поэтому не сомневайтесь, займитесь собой сейчас, займитесь духовной практикой. Повторяйте имена Бога, соблюдайте принципы. Не сложно, не сложно это. Но очень глубокая, глубокий результат. Хорошо, наше время и стекло сегодня. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ